Премьер это универсал Это универсал, это от любителей до кино можно собирать Он мультиформатен, и в нем одинаково нормально собирать и малые формы, и большие формы Даринч, он больше заточен под кино, его начинающим осваивать тяжеловато будет Но они же от своего хотят А пофиксили с АЭФ, пофиксили банк у него? Какое имя? Я ни слова не понял Я отправлял на озвучку недавно из предыдущей версии 18-го премьера АВТО Мне сказали, что там все плывет, скриншот про тунсы открыли Надо разбираться, я обычно когда... ОМФ по частям уходит все... Это очень индивидуально Да, это все зависит может от исходников от... Прорез 4.2.2, верхней поле... Звук, звук отдает 48.16 Вот у всех 28.16 Вот надо смотреть, потому что иногда... Иногда, чтобы решить эту задачу, отдать на звук, приходится отправлять через динамиклинг в аудишн, и аудишн выгоняет правильно Но ОМФ выгоняется правильно, а АВТО неправильно Неправильно Ну, надо смотреть Все от железа зависит Да Ну, а железо от исходников Ну, я к тому, что это же мультиплатформа И, допустим, вот у меня камень, допустим, Ryzen, у кого-то Intel И вот на... уже от этих вещей что-то будет отталкиваться Да Да Какой операционка лучше работает в стабиле? Вы сложно сказать Нет, это зависит, скорее, от железа Поскольку у МАКО сконтенсивное железо На МАКО... На МАКО на стабиле На МАКО на стабиле На МАКО на стабиле На ноутбуке он менее стабилен, потому что там действительно слабее железо в начинке Он может выкидываться в неожиданных местах Но и там на МАКО он тоже может выкидываться в неожиданных местах Все зависит еще от того, какое железо Какая карточка Какой производство Какая мастеринка Какая оператива Ну, это, естественно, формат, если меньше брать, то прорезали, его просто не помню Часто по-разному бывает То есть лучше прорез, да, стабильнее? Да, прорез стабильно работает Порез, его просто не помню, сработает стабильность Вот Так, раз пришел Альяс Привет Давайте пятиминутку хейтерства, за что вы не любите премьер А, премьер, какого премьера? А, сегодняшний Да Медведь его Ну, за какую-то недопиленность Нестабильность Нет, недопиленность А какие-то функции, которые они вводят, они не до конца их доделывают Если мы возьмем тот же InSational Graphics, который они вели для работы, ну, с новой графикой Да Они допилили работать текстом только сейчас Вот только сейчас Не изначально И то не до конца А, да, абсолютно И то не до конца И, как бы, вот эта проблема того, что они вводят, но не доделывают Вот они вели вот эту историю с таймкодами Как казалось бы, круто, да Можно таймкоды на любую дорожку повесить Показываются еще имена и так далее Ну, мелочь, но тем не менее Ты вот создал кучу, ну, вот этих вот Слоев, ну, как бы, дорожек слоев, да, в этом окошке И ты не можешь, допустим, перемещать, как ты хочешь То есть, если захотел одну дорожку поверх другой сделать, ты должен переключать И сказать, не можешь просто перетащить И вот в этих мелочах Именно в мелочах Мне кажется, они вот очень сильно уступают Пойму кату Потому что там больше как-то за мелочи смотрятся Они медленные, но более, так сказать, осознанные Ну, стабильность, это... Говорят, и вы Говорят, и вы Да, десятка Да, да, десятка Говорят про... Ну, то есть, мы Семенов не слушали 2017 году Ну, слушайте, ее вот похоронили, сама Apple это похоронила Можно как-то смысл еще и чая с двумя пакетами Если мы говорим про будущее, вот, есть люди вот из этих монтажек Но ты не менял на счету, что вам... Да, нет, это же понятно, но сколько еще? Ну, пять лет, ну, десять лет просто существует Просто каждый раз будет все меньше и меньше людей Ну, на самом деле Ну, вот стабильность, да, я согласен Я не знаю, насколько, как бы, это хорошо или плохо, но то, что, как бы, саж 264 Это вообще очень странные вещи происходят при мне То есть, я... Ну, да, то, что... Ну, реально медленно Я, как бы, у Ильяса год работал, мы делали тесты, был мой ноутбук и был Mac Mini Вот, железо практически идентичное И мы видим, как там это... А у примера это... Вот так вот Ну, то есть, когда ты заявляешь, что там отличная поддержка, она какая-то не отличная Открываешь диспетчер устройств и смотришь, там загружено из железа И ты видишь, что железо-то не на полную катушку-то работает И как бы так, и как так, а почему? Ну, это надо смотреть, да Вот Вот Потому что аппаратную поддержку ввели этого Она была Они просто ускорили Они же там даже заявили Вышло, когда вот это обновление, появилась страница у Adobe Вот наши пишки, которые мы вводим И там было написано, что мы ускорили аппаратную поддержку Ускорили, они ввели ее давно, а ускорили просто Ну, какое-то... ну, я не заметил это ускорение На этом Черт, черт, уговорю Здравствуйте, с этим вопросом На видеотанкции еще лучше работает Синвидия 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 поддерживает Одни из первых стали поддерживать Куду Это лет 6-7 назад То есть, ну, первые Сейчас они, с наградом с каком видео поддерживают Куда, OpenCL и Metal Но Metal, это очень... я вот сколько пробовал У меня вот скорость рендера гораздо уступает в Куде А с Кудой самое быстрое Да, с Кудой самое быстрое, но с Кудой, возможно, ошибки нет И когда будет снято, когда уже все просчиталось И поставленный подсчет, потом пришел Значит, я обычно Куду отключаю в процессе работы Потому что, когда он начинает в окне программ показывать какую-то ересь А, ну, то есть, на этом уровне Да, на этом уровне Да, на этом уровне На рендере, допустим Да Вот такие Поэтому я в процессе работы часто включаю Куду И ставлю на OpenCL Потому что он... Да Ну, а на рендере ты особо... ну, на экспорте ты особо не используешь Premiere А на рендере, например, через видеонкодер там отдельно выставляешь карточку А на энкодере не бьется откуда? Бьется, бьется Чего? На энкодере откуда бьется? Бьется, конечно Другое дело, как это бьется Не, да Да Да, понимаешь? Ты вот отправляешь в экспорт ваш 264 И ты думаешь, вот у меня отличная видюха Я купил за 80 штук И сейчас она зарядит А ты открываешь загруженность этих устройств И ты видишь, что оно работает на 20% За 80 штук видюху А, 80 80 штук, да Вот типа топ видюха И ты думаешь, что у тебя сейчас полетит Но оно не летит, потому что оно не загружается полностью Но если ты гонишь в сайм форм, то ты видишь, что там видюха прямо в пике работает Вот так это работает Там какие-то еще дрова на списке Не дрова Делай не дрова Короче, разговаривай с того, о чем вы говорите Ну так интересно за вами нам Нет Так ладно Да Тишины, эмоции, глаза, искра Все есть Да, я просто Я дикий виндофил Я вот на винда И я вот только на винде И слежу, как оно именно работает Что оно загружает и так далее Да Принологи, я знаю Принопасты А это Выгнать, выгнать меня У меня был проект И там были проблемы Ну, до меня Кто-то там Испортировал меня столи Не знаю, с какой-то долгой В общем, были проблемы вообще с методанами Мне пришлось вручную Вручную перебивать ривы Там что-то такое У исходников А до них что Они в чем были убиты? И Ну, там просто Как я понял уже Ну, это было бы там Полтора назад Я так вспоминаю Я так понял Ну, сам что-то проанализировал Что все-таки Это Premiere Эти неправильно Ну, в общем, короче Какие-то проблемы у Premiere Существуют с методанами? Нет, нет Там есть такая штука Сейчас я скажу Ты можешь писать методанные как на исходниках Так и в файле проекта Вот там это решается одной галочкой Вот он мог их вбить в файле проекта И не сохранились на исходниках Или наоборот Я бы сказал, чтобы монтажар просто не всосал методанные Криворуко И импортного файли Такое гораздо чаще всего Ну, это скорее всего возможно Потому что проект был такой Вообще вот так То есть Я думаю, что человек в принципе не знал Я бы думал, что это ты им прислал Неправильно импактнул Еще и операторское И всего ему дал файлики Где с методанами Чего? Часть! Я бы этого никогда не забыл Там методанные были просто Некорректные Да Там на уровне или что-то там Ну Может имена Имена, которые потом Мне же утеплены На граффор Как оператор может стать неправильными Недоданными Он сам вот грохнул И затерли Да Он просто взял Грубо говоря Залез внутрь папковой структуры Бариков И просто вытащил Афаилу ТС И сказал Вот тебе то, что нужно А не все Вот эта папка Вся структура А, да Загласим тебя отравать надо Неправильную структуру Правильно, да Импортивно через медиатраузер Да Это хорошо, что если он Идет по остальным папкам Но есть Потому что операторы А это да Они будут Как этот Кстати, господа Наверняка Многие из вас не знают Многие из вас не знают Я сам Недавно Узнал И был очень недоволен Что Соня Которые АСМР Вот эти все Мусорные камеры Ну точнее Они прекрасные Для операторов Потому что они хорошие Но они отвратительные Для монтажеров Потому что у них нет Нескользной номерации файлов Все тейки Начинаются С первого После форматирования Да После форматирования Но что еще Ужаснее Что оказывается У них есть таймкод в этих файлах И если вы Импортируете файлы правильно Ну то есть Сохраняя папковую структуру Если вы там Импорт нажмете Ну в файлкате Это импорт Окно импорта В премьере Там через вот Медиабраузер В файлкате Сто процентов Он сосет таймкод Для этих файлов И вам от этого Будет хорошо жить А если просто папки Десятки Я про семеркод Если просто папку Затем Прямым втягиванием Если прямым втягиванием Таймкода не будет Если через окно импорта Таймкод будет Ну потому что Когда он через окно импорта Это делает Он берет информацию из эмэй Из соседних файлов Да из соседних файлов А при просто перетягивании Он будет эти файлы Спринимать ну как есть Как отдельные Как отдельные Как отдельные В примере возможно Примерно такая же история Скорее всего В общем с сонет Можно в это считать Код А на основном У меня была такая Какая Вы же выставляете На чём На чём На чём Ты можешь все их выделить Ты можешь все их выделить Ну это как дальше Ну это как в Давиде Да Ну это похоже Давиде Давиде Ну это похоже Давиде 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 10 Он про человека Давиде 1500 Он какой-то Он про Леха Он ей Он ей Он ей Дальше Какие ещё претензии к премьеру Что Слушай Не отменяйте но мне сказали, что втягивал материал с артефактами да, пересчитай на своем компьютере, потому что у меня почему-то втягивает материал с артефактами у меня сейчас, у меня в руках случай я говорю, это не от меня, поэтому я вообще услышала а, понятно но вообще, это как бы не то же как от премьера но у меня в руках недавно произошло прекрасное копировали, снимали на марке при копировании, прямом копировании на винде с флешки на внутренние диски вырезали артефакты по видео такие, что сыпалось все видно при прямом копировании это вообще не премьера нет, ну просто я говорю о том, кто-то это встречал вообще да и чем это можно избежать? это нужно копировать с md5 верифицированием понятно либо md5 верификация когда файл после копирования сравнивается с тем, что надо а исходные и контрольные суммы одинаковые? ну, значит, они уже уже биты и на файл нет мы вот несколько раз так делали контрольные суммы что ты под этим подразумеваешь? ну, давай это через через током команды копировали нет, нет, нет это md5 верификация несколько другого они по размеру будут такие же но он сравнивает несколько контрольных точек в файле если они попадают, то значит видео скопировалось плохо, полностью и корректно а по размерам они будут абсолютно одинаковые а чем это можно протентрайлер протентрайлер, ну, в превьере во-первых, есть тоже ingest с копированием с md5 верификацией, это раз второе, есть, сейчас дабл-командер с md5 верификацией дабл или тотал? дабл, дабл-командер как тотал-командер дабл-командер 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 он на всех, и он опенсорсный и бесплатный это функция как в десятке когда ты вот хочешь импордуть материал ты указываешь примеру, куда этот материал копировать какую папку складывать то есть пример как бы занимается копированием материала то есть как бы пойму в себя копируют в библиотеку свою а примеру ты говоришь, что я хочу, чтобы копировалось там на дисках чтобы там диски лежало в папке там там да да, ну смотри как бы делил, так сразу при импорте через монтаж и все будет нормально ну, потому что могут выпали в основе так просто как там не монтаж ну в смысле да везде бывает с цепками постоянно и вот он если копируешь с цепками и когда ты копируешь с цепками перебегаться он если сумма не совпадает, копирует заново и пока не получится вот тогда это с ними работать с цепками такая ну и не только, я всегда карточки копирую с кромплипатиленфикацией на всякий случай так еще вопросы, претензии ну претензии к обратной совместимости с другими версиями это большая боль, большая проблема ну то есть как бы это и у Final такая же история в принципе есть ну как бы да ну я бы не сказал, что это проблема потому что в Final обычно многие обновляют до актуальных версий ну это как бы и Premiere тоже должны в таком случае но не делают не делают, потому что его ломают очень много, очень большой зоопарк в Premiere я думаю, что здесь все, кто работают в Premiere все да, но не совсем потому что я думаю, большинство здесь, кто работает в Premiere каждый работает в какой-то своей версии не важно, ломаной или не ломаной важно, что нету единой важно 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 вentarить и ты можешь откатиться на ту версию с которой ты можешь работать да, то есть как бы это это опять живи и хорошо и плохо то, что ты можешь выбрать с чем тебе работать но типа ты должен заморачиваться ты должен лайкаться есть косты, но он косты если ты работаешь в группе обязательно можно скачать 2018 версию 2015 версию cs6 да все это может скачать с этим работать вот прям сейчас взять и скачать а вот кстати прикольно файл это последний скачал и как бы это как бы но это кастырь это не прямая совместительная но при том что тоже как в лицезии все такое это вот значит здесь 4 1 на самом деле есть стабильность всем полюбили бы там сротину да да можешь приварять ну а цена какая-то там прям без страта синхотера вы селитесь премьер синхотер весь пакет премьера ой весь пакет от оба полтора есть премьера потому что они просто перебиливают все да 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 входит в премьер потом поэтому потому что это что у него есть премьера а сейчас это все более и более как всплывает что это и это просто заново регистрируешься как получающиеся заново это проворачиваешься с другим имейлом проворачиваешься не обязательно с другим я я я в течение трех лет один мейл 7 раз регулся как студент они становятся с ума не что не не а а а а а не а Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Секвенции очень легко удаляются Вот с секвенцией Секвенцией удаляются Да Её уже не уставали А когда перетарки Бои слова Секвенцией Секвенцией Не может быть Да Опять же, в любом случае есть автосейк Ты настраиваешь его Потому что нет байка совместимости Что ещё есть? Ну это не баг Это спорная история Можно и смейки всё это сделать Смейки, конечно, не всё передают Смейки тебе фотофор не передают Если ты его делал Ничего не передаст, но поднять ты сможешь Смотри, ты всё копировал У тебя в секвенции Свой проект Если у тебя, допустим, 23 минуты такие И ты каждый кадр Красил в лимитриколор Вот здорово Какие истории возникают Когда он совсем Нет, потому что это имеет место быть Нет, это возможно Но это, я говорю, большой герб И ещё много чего другого Какие-то сложные вещи Тоже Ну сложно я подразумеваю Когда ты джокс-плеера кидаешь С ними как бы Ничего не переходит Только монтаж В принципе Можно попробовать с AI Сделать Когда AI выкидываешь Он же тоже И тебе видео сохраняет Иногда это может подняться Ну блин, всё равно это кастыль Это да, может Но неприятно Нет 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 Это же XML 7 Она не содержит в себе Вот эти данные Десяточный XML Да Окей Он как бы Передаёт по-кратски Но тут Как бы Извините Ну слушайте Я не знаю Тут ещё претензия Потому что Вот почему они не могут ввести Импорт XML Я вот это тоже не понимаю В чём проблема В Premiere Нельзя импортировать XML Десятки Десятки нельзя Семёрки Вот Ну там XMLX Ты не можешь импортировать Я даже не пришёл Ну Просто у меня была задача Надо было Перенести Вам 4 интервью Из Final Premiere Вот Я погонял XML Десятки Гнал Отправлял её В DaVinci И из DaVinci Отправлял AF И XML И Premiere И всё После этого поднимался У меня мультикам То есть я мультикам Вот таким образом А я не могу поменять на 24 Ужасы Обложили А? Прямо Прямо не подошло Только вот Так вот Благо есть DaVinci Очень важный вопрос При потоковом производстве Многосерийского Один сервер Много монтажа Исходники на одном сервере У Premiere Много проблем с этим делом Какие? Сложно сказать Сейчас мне ребята жаловались Что они Постоянно то Лингуются не туда Вообще не к тем файлам То ещё что То ещё что Постоянно Это вопрос с некаяными минами Во-первых Вот вопрос Если вот Ну с Савидом Таких проблем нет В принципе А Ну я тебя Умарнят Исходники на Как ты вот Ничего Сделаем поведение Поведение потеряется Хоть трест Все телевизионные студии Работают сейчас Много монтажа Много монтажа Которые обращаются К одному Серверу Либо Вот когда начинается На 15-й Исходники И снимают на фотоаппараду У них нумерация Каждый раз с нуля начинается И при релинке Могут возникать Такие проблемы Я добавлю Вот я сейчас Где работаю У нас Построено как 21 ТБ Там все исходники Как я Работаю на нескольких С одним проектом На нескольких Машинах У меня есть Облако Я в нем храню Проекты Либо проекты Вместе с исходниками Если в исходниках Меньше 100 гигабайт То я просто храню их в облаке Если больше То на внешнем фото носителе Они лежат В Яндекс диске Я вот Работаю дома Я выключаю компьютер Открываю ноутбук И могу ехать в машине Быстро засинкрирую проекты Открываю И могу сразу продолжать работать Яндекс диск Яндекс диск Он лучший диск Он лучший Но я бы очень Острелился На самом деле Использоваться Для исходников Ну точнее Как основное место Для лежат исходники Потому что Были истории Когда Яндекс Здесь любил удалять Вообще все файлы На жестком диске У меня же не было У тебя не было Но пользователи Репортили Было С какими-то обновлениями Короче они имели доступ к Рашекорной технологии И начали грохать Просто там файлы Циничные Ну то есть История с сетевым хранением данных Она может быть очень нестабильна Если все работает Все хорошо Но у меня пока не было Еще Робка секун Я к тому что Надо постоянно иметь Такую паранойю Но если Сайнологии Например используешь А неважно Что-то может пойти не так Вот с сетевым решением Причем На любом уровне На уровне монтажки Это может пойти Потому что там у нее Будут какие-то Пермишины Какие-то доступы К файлам Разные Потому что Яндекс Этими файлами Типа владеет Он может там настроить Свои специальные доступы И соответственно Монтажки эти файлы Воймут и не прелинкуют Я тебе скажу У нас была такая Единственная проблема Ну ты знаешь Когда мы пытались FinalCup Или библиотека Это абсолютно Нерабочее решение Но вот С примерским проектом У меня не было Таких косяков Потому что Всегда один файлик Который высоко Синхроится в облако Автосейвы Всегда улетают в облако И поэтому Всегда могу Восстановить проект Да Это все круто Но собственно И когда отработает хорошо Но внезапно В один прекрасный момент Все может исчезнуть Слушай, а у Premiere Есть Оно меньше Можешь купить Там место побольше А сколько там стоит Кстати Уху Слушай В рецепте Сколько стоит Докупить Докупить Там Я не помню цену Но не дорого Там В какой-то 20 До терабайта Они дают сейчас Да? Они сейчас дают до терабайта Ну Студенчество Я купил терабайт На Яндексе Я так же делаю Я просто Ну В корпоративной лицензии Я видел терабайт Я не знаю Если он в пользовательской Но он в корпоративной На каждой лицензии Или на все На каждой пользователе На каждой На каждой На каждой На каждой На каждой Сложно сказать Они за это платят Но Блин Это круто А можно еще Изначально при импорте Задать нормальную Нумерацию Файлов Дополнительные Данные Ну Как бы я сделал Можно просто папку создать Здесь Да Просто в рабочем столе Папку То есть Как бы я Переменуя Я бы Сделал Следующим образом Написал бы Брекерс Да Сделал бы Брекерс Вот такой 2018 04 22 22 Я Почему так показывал Потому что это важно Сейчас я расскажу почему Тире Там Название съемки Ну там Съем Ну там Съемка и так далее А дальше там еще какой-нибудь Дополнительный индекс Типа камера И дальше уже там С001 И так далее Что мне это даст Почему мы используем Тирешки Они что-то другое На линде По-моему не работает А нет Control Сейчас Не работает В общем Хочу выделить Для меня На маке Если вы Зажмете Alt И нажмете Стрелочки Влево-вправо То он будет прыгать По названиям Ну по цифрам И останавливается На тире То есть Надо вам Четвертый месяц Поменять на пятый Зажали alt Влево Несколько раз нажали Он перепрыгнул Четыре Поменяли на пять Если Тире Поменяется На нижние подчеркивания То он Нет Если вы Тире Поменяете На нижние подчеркивания Он их будет перескакивать Как и цифры Он перескакивает То есть С зажатым alt Он это будет перескакивать По-другому это все будет Соответственно Вот примерно В таком формате Вы можете все Добавить префикс От исходника Если у вас везде Все файлы называются Одинаково И после этого Скорее всего Проблем с релинком И с потерей Не будет Потому что У меня даже Один раз Когда было Нереальное количество Файликов с alt При переносе проекта С монтажки на монтажки Короче При очень больших страданиях У меня файлик он потерял Пришлось Там их релинковать По-другому Можно я дополню Вот этот момент Да Я работал на проекте Сверху Борь Это экстрасенс Мы там делали так То есть решали этот вопрос Переименованием Есть такая полезная программа Бетерфайлы И она собственно Всю эту задачу С этими камерами Решает очень быстро То есть там Можно буквально Один клик Добавлять Большой группы файлов Ну ты пишешь префикс Можешь удалить СМ001 Вообще что угодно Можешь делать Можешь добавить И у тебя никак структуру не поменять Ты сразу меняешь исходники Ну то есть Прописано уже название файлов Ну и там Они шатки Да Есть стандартная Есть стандартная В Макосе Встроенная В новых Макосях Ну относительно новых Это пункты Встроены Пакетные Встроены Пакетные Встроены Пакетные А еще вопрос Я что-то не понял Можно работать С файлы С файлами С файлами У тебя файл проекта Режит на диске Который синхронизируется Соблаком Не Я имею в виду С исходниками Ну они Загружаться должны Они должны Синхронизироваться Про это я говорю Я что-то понял Как будто они у тебя Не Не Ну если у тебя там ПТП сервер То можно попробовать Да Они должны сначала Засимствовать Да Про превью Отключить превью Как это вообще работает? Что именно превью? Ну что можно тебя Отключить при импортике А Что бы Это если Если Чтобы не тратить время Сейчас Да Да Смотри Не Они Команды Запускаются при импортировании Вот То есть Ночью Заново импортировать Поставить эту галочку И импортировать А я же могу нажать Выйти на чай Это А Ну Да 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 Сейчас Да Сейчас Давайте Где Это находится у нас Так Да 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 Однозначно Стоит Значит Где-то здесь Медиакэш Сейчас Меню меняется Постоянно Поэтому я Иногда Теряю Если Используем Используем Меню 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 Что Это Что Отключат какие-то файлы вот ним не обращается программ отключаешь смысл я люблю ты например включил дорожку в виде она и как бы идите эти файлы не грузятся с харда то есть карт не занят и выгружается части как бы часть нагрузки из оперативы да то есть а к тому что пример то еще он как бы очень прожорлив потому что он все себе любит хранить и все себе держит а его видос вот вот эта галочка аудио автоматик аудиовый форум генерейшн раньше она была в медиа сейчас и аудио немножко не вот меня вот в этом колхоз и есть почему и одни вещи туда сюда помещают а вот знаешь все таки пишут а почему это в том разделе а не в той в этом они очень френдли знаешь они очень отвечают на запросы им написали они а действительно почему бы и нет и принесли можно вообще мешать все подряд но но стабильности снижает не прибавит а вот это можно засунуть разный фпс протягивать смысл ну да но это уже от доступа к компу и да кстати можно отсчитать прокси и вообще не париться ни почему не починили прокси а чеснок не так было там кто ты почему никто не даже манеканов не пользовался прокси я не знаю почему не пользовался как эта функция вышла я только ее использовал себе кучу пресетов и сижу такой там не то чтобы починить надо правильно пресеты настроить правильно рассчитать соотношения сторон иначе там есть три пресета и не все 4k форматы там учтены потому что они тоже все бывают разного размера вот они не все эти цифры входят надо самому создавать какие-то пресеты да да я сучок колхоз то что он файли 2 типа но делаешь ты прокси делаешь и она уже автоматом разрешение ты ставишь надо тут ты сам должен выбрать разрешение чистоту кадров но должен сам настроить сам это сделать своими ручками и сам импортнуть это специальный раздел для создания это вопросы диалоги понимаешь они думают за тебя а здесь думаешь сам за себя да зачем это разный поток работе а можно сделать просто нет вопрос потому это можно было сделать файл 5 это за тебя подумали не может они как перенастроить не может по-другому сделать здесь ты как-то сделал так как от тебя зависит другое это можно было бы сделать чтобы для этого не надо было выйти в код чтобы это было здесь премьер да согласен с другой чтобы из этого софта импортировать одинаково более того ты покупаешь лицензии то можно две машины ставить свободно и они могут где угодно но никаких нет автосейвы ты выставляешь любой интервал и любое количество копий до 10 миллионов можно в облака можно даже вот здесь есть галочка нет по умолчанию то сохраняется рядом с файлом проекта есть еще опция вот поставил галочку он будет именно в облако креатив клауд закидывали что я плохо слышу разочарованность который можно сейчас испытать то что из премьера компания на дом выделила поддержку выделила 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 почему это вот в новых да да там теперь ты не можешь засунуть здесь в формат ты не можешь засунуть A64 Pmg секвенцию не можешь засунуть A64 на экспорте не можешь ни в инфодере ни в примере потому что Apple пристала развивать QuickTime сюда же устанавливается седьмой не тот новый который у тебя есть а седьмой и седьмой работает на 32 отряда в архитектуре и пришла пора добавляться я оставил 10 QuickTime они не дали никто не дали и пришлось не пили честно честно нет при этом он на маке работает он на маке работает на вендинице но там на самом деле есть нет да который 12 1 нет там встроен бесплатно у тебя есть фрейм и все дополнительно не платят просто есть есть плагины для фрейма и для премьера и для этого ты не можешь запихнуть R24 почему не можешь? а потому что выпилили как выпилили для винде я не знаю я не знаю на баке давай проверим это именно версии 12.1.1 сейчас то есть ну короче есть 18 премьер есть обновление которое прилетело пару дней назад ну то есть 18 премьер это 12 логично да неожиданно да они писали это на своей страничке мы выпилили его по соображениям того что компания apple пристала поддерживать и развивать эту историю но на маке то можно? скорее всего да потому что есть 10 и поддержка 64 разрядных систем он же рендерит всегда ну как бы на низкой производительности он вот почему наверное медленный рендер если ты мог потому что может да в mp4 у меня вполне полностью забирается сброс и рендер а вот она как класс но это именно тех кто любит виндул я пытался тебя год отучить да поэтому у него и десятки за что виндул виндул любите двери да группа двери так дальше кино продолжаем разговор да что еще может что-то показывать надо я не знаю на меня не смотри нет смотрите я могу сказать за что я люблю премьер почему я считаю что он действительно круто перспективен первая вещь я не могу сравнить премьер с другими монтажками по одной простой причине потому что они как в 6 заявили что это не совсем монтажка это центр облака центр креатив клауда то есть центр всех креативных возможностей они все программы сейчас связывают в один вот этот кусок из которого через премьер ты просто выходишь вот 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 что я могу продемонстрировать это надстройка для фотошопа автора и аудишна это сквозная интеграция да да это где то у тебя есть премьер ты в нем монтируешь но когда надо ты выходишь в другие приложения и без дополнительных просчетов и этих получаешь результат прямо в премьере вот в этом фишка нажимаешь кнопку и у тебя директор получается у тебя смотри нет еще нет но в финалкате есть плагин автомонтаж очень смешно в финалкате есть плагин называется random x он случайным образом перемешивает клипы на таймлинии да 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 для репортажа и вообще идеально я его еще не пробовал но обязательно сделал на нее обзор так не очень он там там есть смотрите умение найти трусы и все вопросы 50 вот сюда о время и в в в футболе это хорошо он орех аромат хорошо или плохо это павел что это то я это что это он говорит, а они нормальны. Нет, там очень просто честно. Что хочешь там, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Так, давайте, сейчас, ребят, ребят. Я очень рад, что есть люди, которые в этом хоть что-то понимают. Минуточку, можно на экран? Да, стоп, я просто хочу показать одну штуку, за которую я люблю действительно премьер. Она глобальная. Вот, допустим, это кусок стены. Из моего дома. Все так задумано. И что я имею в виду под сквозной интеграцией? Я могу любой кусок монтажа отправить в AfterEffect. Я не говорю про функции, которые ты говоришь, что это AfterEffect. Трекинга масок и все. Ой, классно, как бумага. Это заставка-то. Это плагин такой. Да. Так в нем тоже нужно учиться работать? Если хочешь. Не, на самом деле, со временем придется, конечно. Ребята, нет ничего круче прямой склейки, кто мне докажет иное обстановление камеры. А масочки? Куда без масочек? Масочки. Куда без масочек? Смотрите. Да нет, ну, в принципе, понятно, что запись сняты с рук. Вот. Да-да-да. И теперь я выберу, создам плоскость. Для того, чтобы задать любую плоскость, достаточно трех точек, я могу поставить центр координат и создать, допустим, текст. Так. Сейчас мы на стену повисли. Он уже привязан. Самое крутое, что вот есть в Premiere, это, собственно, автор. И я об этом всегда говорю. Это факт. В этом-то и фишка. В этом фишка. То есть, если вы работаете в авторе и в фотошопе, то Premiere – это один из ваших выборов. Почему один? Потому что Final Cut тоже, в принципе, работает, но там нет динамик-линка с автором. А вот в Motion. Там Motion есть, да. А в Motion есть динамик-линк? Да, есть. Да, все то же самое. Есть, есть, есть. Так. Все равно раньше появились. Там немножко по-другому быстрая аналогика. Там, скорее, плагины вставляются внутрь Final Cut из Motion. Ты можешь, в принципе, отправить Motion в кусок видео, но это мало кто делает. Сейчас? Просто раньше? Нет, через плагин. Сейчас, раньше было Сенту Motion. Десятки ее убрали. Есть плагины, которые это делают. Но это обычно не нужно, потому что есть куча разных плагинов, которые из Motion вытягивают кусочки Motion, засовывая в Final Cut. Даже для экрана и все прочее. Илья, а потом возвращаешься в твое сквенцию. Там столько файл проектов не используется. Да? Потом я возвращаюсь в пример. Я даже еще авторский проект не сохранил. И я вижу то же самое. Прикольно. Понятно. Консегмент просто сверху на верхней дорожке? Нет. Мы отправляем целиком видео. Я просто поэтому сделаю дубликат, потому что функция необратимая. То есть нельзя потом вернуться к исходнику. Поэтому я оставляю на всякий случай исходник, делаю копию и ее отправляю в автор. На самом деле можно сказать Ctrl-Z откатиться. Ctrl-Z, да. Если ты через завтра хочешь это отменить. Через завтра уже не отменишься. Не цепь, но это верно. Нет. То есть ты можешь зайти обратно в автор, все отменить, что ты здесь как бы сделал. Но это все равно останется здесь как авторские секвенции. Да. Да. Что? Одной секвенции я могу удалить. Просто нажать Delete и все этого нет. Или что-то не то ты имеешь в виду? Ага. Так. Ну сейчас еще какой-нибудь шляп. А нет, это не то. Сейчас. Я не это хотел сделать. Нет, нет, нет. В общем, простая история с Москвы. Так. Да. Да. Сейчас. Если ты капитализатор, увеличение твоей цели, если ты можешь быстро делать эти вещи и сам. Так. Что-то он уже улетел в другое место. Но что меня еще больше всего радует во всей этой истории, то что мы можем погрузиться еще глубже в нашей реальности. Это страшно. Да. Здесь такая большая вагина. То есть, знаете, как бы мне все время это сравнение с… Как его? С Inception. Начало Нолана. Когда ты погружаешься на новый уровень сна, у тебя время замедляется в семь раз. Вот здесь то же самое. Когда клипы у себя монтируешь вот так просто в премьере, так все нормально. Когда ты погружаешься, улучшая как-то один из клипов, у тебя, скажем так, одно погружение скорости. А можно еще забраться еще глубже. Завтра в Photoshop. В матрицу. В матрицу. Нет. Зайти в Cinema? Да. Зайти в Cinema через After Effects. Это 3D-программа. А откуда она здесь? Во-первых, Cinema 4D Lite входит в пакет After Effects. Да. Суденые пилы, к сожалению, просто к сожалению, потому что… Cinema 4D Lite входит в базовый премьер… Ой, в After Effects. То есть в пакете, да. Да. Ты сам не стоит 200 000, как… Нет. Нет. А, что-то он меня уже… Нет ничего хуже, при мой склейке, но все равно вот такие вещи уже надо снять. Они сейчас всех не понимают, что это… Ох, плохо. Вот… На ноутбуке, конечно, эта гимнастика не тянет. Чем чаще склейки, тем… Хотя она… На этом… Нет, он пытается скорее. Он пытается, он пытается, да. Сейчас я повыкидываю лишнее. Что у меня тут… А Lite чем слабо? Что? Lite чем слабо? Что там выпилено? Там выпилено все… Весь мошен дизайн. Четыре! То есть генерация частиц. И все вот эти вот красивые финифлоки. А базовый моделинг и анимация по точкам. Вот такие вещи. То есть текстуры даже… Нет, текстуре есть. Текстуре есть, но там есть какие-то встроенные. Можно еще дополнить на свои… Выстроили в какую-то область. А вообще программа нужна? Основной монтажер или стороной? Именно монтажер? Да, еще шифре. Не, ну… В качестве… Не, 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 в качестве скидертика. Я монтажер, который не открыт. Смотрите, чем… Для монтажа нет. Но если ты начинаешь там заниматься рекламой или еще чем-то, то есть к тебе спрос возрастает в несколько раз. Если ты можешь больше выдать, это… Может, есть другие программы для… Нет. Нет. Но они не дают… Да. Но у них… Для привиза, да, другая история. Так. Ну, допустим, сейчас этого дядьку немножко поверну. Я его положу здесь. Конечно. Конечно. Не, не, конечно. Не за ними готовят. Мороженое, не мороженое. Спасибо. Все. Вот тут человек с собой ждет. Спасибо. Я дюляки бабушки. Тут дюляки бабушки. Так. Главное – спокойствие. Ну, в общем… Я не думал, что он будет… Ну, сегодня я тестировал. У меня получалось. Но, опять же, с тормозами как бы. На домашнем компьютере это все гораздо быстрее у меня работает. А там у тебя что? 1060i какой-нибудь? Нет. Не 1080, а 1060. Даже 1060. Прошло сейчас про видеокарту или про компьютер. 1060. Прикольно. Ну, у него есть баг 1060 на пакетушек и на бизонах вырубают систему. А перегревать? Ну, я не знаю от чего. Просто ты поставил на рендер, а через какое-то время он вылетает. Ага. Именно на куди. На куди. Ну, куда сама по себе не очень для мага. Честно. А потому… 1080i и вот тихо нет. 1080 нормально работает. 1060 – проблема. Ну, немножко тоже вам… Не знаю, то есть насколько это правда-неправда, расскажу про эту куду в Windows. Если вы… Если у вас, короче, маг и вы решили купить себе внешнюю видюху во вбокс, не покупайте NVIDIA. Почему? Потому что политика NVIDIA примерно такая. Вот у вас есть NVIDIA, вот у вас есть CUDA. Любите с ней как хотите, оптимизируйте вашу программу под нашу куду. Политика у Radeon примерно следующая. Вот у нас есть OpenCL, вот у нас есть Radeon. Давайте мы под вашу систему еще нам дадим больше доступа к видеокарте, больше доступа к ресурсам и оптимизируйте нашу видеокарту как вам угодно. Поэтому, скорее всего, маки используют Radeon, потому что они лучше могут быть оптимизированы под железо. То есть компания Apple может залезть внутрь видеокарты и там ее оптимизировать. Поэтому, собственно, те, кто ставит Hintosh, те, кто ставит внешние вид-боксы с NVIDIA, те не получат нормальной производительности на NVIDIA на Mac. На винде это другая история. Вернемся к тому, что еще начали. За что я всю эту штуку люблю? Ему нужно руки освободить, понятно. Да. То есть в нормальной стене, конечно, не на таком ноутбуке. Здесь мы видим просто трехмерную модель, привязанную к стене. И это совершенно другие возможности. Без всяких просчетов. Нам не нужно высчитывать ниоткуда. Мы видим насквозь, через Premiere мы видим Cinema 4D. И таких возможностей, конечно, сейчас ни одна система не может предоставить. Сейчас он просто не выводит из-за вот этого всего. Потому что здесь даже видеокарты нет, она на процессоре. То есть, ну, плюс дополнительные задачи сейчас на нем висят. Как бы с грехом пополам это может делать, но это… Ребят, у меня ощущение… Смотри, у тебя в мультиками есть два узких места. Это либо возможность проигрывать на процессоре эти потоки, либо возможность считывать эти потоки. И вот от этого твое решение и будет… В чем у тебя проблема? Либо в жестком диске, либо в процессоре. Я правильный образ, ребята. Я думал, что у меня эти частины напоминают большой авиалайнер. Поэтому ты делаешь рейд на много дисков, либо делаешь прокси. Это не первичная проблема, которую… С мультикамерами – да. С мультикамерами – да. Видеокартами – это не проблема. Проблема именно в этом. Но CUDA очень некорректно может вводить мультикамеры. Это по опыту. Ясно. Ясно. Подтверди, прав я или нет, что в десятке можно к этому скальперу присобачить кучу всяких вещей, делающих аналогичные штуки. Но именно присобачить, накупить. Да. Как модульный систем. Да, мы можем засунуть 3D-модели в Final Cut при помощи дополнительных клавиров. В Final Cut есть 3D-текст встроенный. Ты можешь титры делать. А я именно про 3D-модели, которые вот здесь. Которые, да. Так. Давайте… Поступил вопрос про цветокоррекцию. Давайте я тогда покажу, как это работает. Что еще раз? Смотри, во-первых, в пакете есть Audition с Direct Link. И они, в принципе… Интегрированы. Да. Но он не возвратно интегрирован. То есть, отправляешь туда тайм-линию и оттуда уже выводишь. То, что ты там исправишь, подвигаешь клипы, они не будут уже отражаться в премьере. Слушай, кстати, а… Ну, это… Зачем? Готовый продукт тебе обратно приходит. Ну, вот я просто, в принципе, говорю, что она связана на стороне. Ты туда отправил и все. У нас на ней идет. Ваку, в которую дополнительную линейку. Правильно? А? Дополнительную линейку. Ну, в принципе, если ты отправляешь монтаж в клуб, то есть… Классические версии, да. А сейчас у нас, как бы, продюсеры думают уже, что они вот в будущем живут. Да. И что это уже можно. Слушай, Элемент 3D. Вот пример туда же сразу как бы… Элемент 3D. Да. Ну, это артурская линейка. Чисто. Да. Но сейчас, я так понимаю, они элемент 3D в клуб. Ну, как бы уже в клуб точке расставили. Это что? Что, что модель густенький, они… Это Cineware плагин. Ну, я не знаю… Ну, так это нужда. Понимаешь, когда ты… А это… Абсолютно. Элемент 3D – это видеокомпилот, допустим. Да. Да. Он создает объект, он принимает объекты. Да. А этот – это плагин, он поддерживает связь. Их очередь. Их очередь. Их очередь. Их очередь. И плюс, он видит движение. От этого Элемент 3D нам становится более ненужным. Или все-таки это разные… В принципе, они сейчас движутся. Разные спорты, разные вещи. Они сейчас… Да. То есть в Элемент 3D нет таких возможностей, что надо. Но они сейчас идут к тому, чтобы ты кнопочку нажимаешь… А здесь есть какой-то полноценный? Нет. А здесь… Да. Здесь идет лайтовая, но ты можешь установить полноценную, и тогда ты его будет с ней коннектить. А. Примерно. Ну, то есть если у тебя стоит полноценная синька, то тебе не нужно линк. Потому что у тебя есть… Смотря для таких целей. В Элемент 3D делает некоторые простые вещи легче. Там частицы тоже у них свои есть. Ну, ты просто… С каким инструментом ты умеешь работать? Да. Что? Мне нравятся эти два кекса, которые замкнулись на себя, образовали такую вот словесную синейку… Инь-янь. Вообще ничего не понимают. Инь-янь. 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 Хорошо. Брет, Митя. У меня может быть старческое, но убеждение, что скальпель другие лучше, чем скальпель и молоток, что профессиональный инструмент индивидуального направления. Несколько профессиональных инструментов в одном, громоздкой и удобной конструкции. Подожди, здесь другая конструкция. У тебя есть просто инструмент, а есть ящик с инструментами. Вот автор – это ящик с инструментами. Ты можешь им пользоваться, можешь нет. Вот чем мне нравится сериал «Полный метр»? В «Премьере» я «Полный метр» монтировал. Какой про вид, что ли? Я помню, «Дэдпул» был смонтирован в «Премьере»? «Дэдпул» был смонтирован. Но, правда, с дикими скандалами. Сожгли действительно кучу как. Да никаких принципиально равенств нет в «Премьере» или не знаю в чем еще. Причем я это монтировал даже без проксии. Вот это, наверное, была ошибка моя тогда. Потому что я монтировал без проксии. Прямо с исходников, с 4К была мощная тачка. Что? К примеру, для 4К в исходниках нужны быстрые диски. Раз. И видеокарта. Мне кажется, больше просто. Ну и просто, да. Ну, «Кора» и 7, 3, 4, 6 ядер. Вот так. Ну, то есть, вполне приемлемый, на самом деле. То есть, не надо, там, 8. Хотя у нас там был, по-моему, 8, но… Ну, то есть, 2 по 4. Полный метр. Ну, такой, да. Прямо таких проблем, вылетов не было. И красил я его потом в «Довинчи». «Довинчи». Чего не до ближай? Ну… Final-7. Ну, не Final-7. Ну, не Final-7. Триминг они собрали еще давно, лет пять назад. Идеологию триминга-савида они взяли. А логика организации проектов – скорее Final-7. Конечно. Там даже есть пресеты Final-ских клавиш старых. Но лучше всегда пользоваться премьеровский новый, потому что там гораздо больше функций. Можно? Нет. Да, настроить, да. Ты можешь взять изначально здесь Final-ский пресет и в него просто добавить новых клавиш. Вот от этого можешь оттолкнуть. Да. Настроить. Сколько стоит? Что? А-а-а. Слушай, я не знаю, я читал на каналах, просто там в группах по четыре человека. Я не знаю, сколько. Ну, видишь, тут пока еще. Дай потом обсудим. Сейчас я готов ответить. Так. Что? Про цветокоррекцию? Давайте, да. Последнее. Да. На самом деле я хочу вот еще один… Давайте то, что ты хочешь рассказать про премьеру. Идеологии. Сейчас. Дайте, дайте, дайте поговорить. Дайте поговорить. А чем вы занимаетесь вообще всюду? Я хочу вещать. Смотрите. Не поговорите. Послушайте. Да, да, да. Что сейчас происходит с премьером в плане… Идеологии. Да. Они сейчас развивают… Раньше был инструмент прямого доступа. Сейчас они начинают развивать панели такие. Помогающие панели делать всякие задачи. Появилась панель Lumetri Color первая, потом появилась Essential Audio, потом Essential Graphic, которые делают процесс применения эффектов. Не ты выбираешь конкретный эффект, а у тебя альтернативное меню, в котором ты выбираешь, что ты хочешь сделать. И сейчас появляется такая… Как preview что-то там? Ну, нет. Смотри, вот такие вот панели, где ты выбираешь варианты, куда хочешь развиваться. Допустим, звук тебе нужно, голоса почистить. Ты выбираешь дайлок, у тебя набор эффектов, которые к нему относятся. Более интерфейс просто упрощает. Ну да, дело-то упрощает и делает более дружелюбно. Десятки. Да. Юзабилити. Юзабилити повышает. Ну, не как десятки, но не как десятки. По цвету одинаковые. А все монтажные программы темные. Ничего подобного. Семерный был лучший цвет. Здесь тоже можно цвет настроить. Эти вот эта замечательная программа. Хочет желтый, хочет семерный. Пожалуй, здесь тоже можно цвет понастроить. Я очень желтый пытался. Вот. Под семерку. Ой, C6. А потом, и самое главное, когда ты полностью выкручиваешь ТВ-катрас, когда у тебя куча дорожек, а нет разделения между видеотреками с синему. Ну, логично. Как десятки. Нет дорожек здесь тоже. Они хотят, они получают... Что? Нет. Нет. Ну, это такая мелочь. Это просто разделяет дорожки. Можно ты сразу не будешь выкручивать? Я понимаю, но... Сейчас про звук расскажу. Ну да, если у тебя есть возможность такая... Нет. Это теряется на определенный свет. Еще раз. Давайте вернемся назад. Еще что хорошего происходит. Появляется такая технология в целом в Adobe. Они развивают такую интеллектуальную помощь. Она называется Adobe Sensei. То есть, это такая штука появляется и в Photoshop, и эта технология в Premiere помогает, в монтаже, и в авторе. И она выражается в таких функциях, которые за тебя тоже начинают немного думать. Ну, что ты не любишь этого? Нет. Не в том дело. Они мне советуют, но я могу с этим не соглашаться и могу это настроить, понимаешь? Ну ладно. Это тоже очень сложная история, так как все-таки, допустим, ты не можешь отменить открытие проектов во вкладах. В смысле, отменить открытие? Ну смотри, вот мы когда открываем проекты... А, ну там, потому что шаги пишутся у каждого проекта отдельно, да. А проект старый не закрывайте, как это было раньше, а добавляйте в планочку. А ты, допустим, хочешь, чтобы один проект за ночь, а другой открылся. Ну и закрой все проекты перед этим. Нет, то что ты делал? Ты должен закрывать. А если тебе только 4 проекта открыли, ты можешь работать именно в этом. Потому что это не настраивая его. Это еще можно не допиливать. Я всегда пользуюсь пунктом. Вот лично, как бы я хотел, чтобы это было решено, была бы такая панелька небольшая, которая мог бы переключаться между открытыми проектами и так же их закрывать. Вот этого было бы хорошо. Сейчас мы ориентируемся на строку вверху. Да. На строку вверху, но я обычно делаю close all projects. Да. Скину. Windows. Да. Что? Программонитер, по-моему. И вот там, если у тебя несколько проектов, то и таймлайн, и... А, вот здесь. Это, собственно, вот там. Это немножко не то. Это не совсем удобно. Это, скажем так, он активный проект показывает. Ну, если у тебя открыт 3, то он показывает. Да, да. Нет. Я хотел бы, чтобы была вот такая панелька, и тут раз, два, три открытых проекта. Вот такое я хотел бы. Смотри, я при этом могу закрыть, допустим, вот эту папку, и при этом проект будет продолжать оставаться открытым. Вот это самое Жоковое, открыть его можно через... Вот именно. Вот. А мне нужна такая вот, хотя бы здесь, может, как-нибудь строкой. Очень что-то надо подумать с этим. Да. 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 Ты посмотри, не мальчик, но муж уже. Такой тортяр. Пофиг. Да. 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 Но он будет там где-то добавлять один кадр, да. Так. Что я хотел показать, да. О-о-о. Что это было? Это было красиво. Так. Сейчас я сделаю... Знакомые исходники. Знакомые исходники, да? Да, ну а что они хорошие, я их всегда использую. Сейчас я делаю имитацию монтажа, просто чтобы показать, как работает функция Match Color. Ну ладно, могу не кликать, всё, уговорил. Всё, сделаю по-другому, специально для тебя. Давай. Да, действительно удобно. Слушай, ну что ты, слушай. Не надо ходить. Между прочим, всё можно импортировать так же с кнопочек, знаешь. Да, это процесс импорта, я думал это процесс закидывания на тайвай. Нет, это я сделал, синхронизировал мультикамеру по звуку. То есть ты сможешь это так же сделать быстро? Да, да, это вот что круто, что круто, так это мультикамера десятки. Десятки, окей, ладно. Так скрой Event Viewer, зачем тебе Event Viewer уже вместо отжирая? Какой? Вот слева вот эта область или это браузер? Нет, слева это Source, то чего у вас нет. А зачем Source нужен? Нет, есть Source, но не тоже. А зачем он тебе здесь нужен? Потому что я хочу просто сделать несколько нарезок и убить мультикамеру. Вот, и теперь как у нас, что новое у нас сейчас появилось? Искрой Source, он ужасен. Отстань. Некрасивый. Некрасивый. С Source из левого окошка? Левое окошко, которое никому вообще нафиг не нужно. Оно всегда нужен. Я пытался его сделать в Final Cut, и у меня система просто вылетала от этого. В смысле? Оно там все работает. Слушай, а почему ли это скопус? Пусть он на них смотрит. О, левое. Такого он не может вывести. А, да. Все, ладно. Вот так лучше, да? Вот так лучше. Отстойным Final. Да. Хорошо. Так, ребятки, давайте не халеварить. Да. А что вы сюда пришли? Слово отстойный Final. Нет, мы не для этого завершим. А какой? Google Post прекрасный. Он функционально ограниченный. Вот так. Альтернативно-функциональный. Вот так. Чувак, кстати. Да, альтернативно-функциональный. Да. Нормально. Все, значит... Питер, что ли? Итак, новая функция, которая думает за тебя, это Match Color. Допустим, когда у нас есть референсный цвет, под который мы хотим подровнять другие кадры. У меня здесь несколько кадров с разным цветом. Подождите, смотрите поближе. Это, кстати, и мультифункция, которая много вообще решает. Да. Если Илюха показывает, это прям очень круто. Очень спасает. Значит, и все, я нажимаю. У меня здесь в референс... Ой, ухати, тише. Значит, у нас в референс на что мы ориентируемся, а здесь кадр, который под Playhead. Нажимаем Apply Match. И... Подогнал цвет. Подогнал цвет. И теперь вот то же самое. Apply Match. Опачки. Все. Вопрос сразу. Если ты стоишь на первый кадр, выделяешь весь таймлайн, и нажимаешь применить. Получается, и только по одному. Нет, подожди. Сейчас вот... Еще раз. Еще раз. Что сейчас произошло на самом деле? Сейчас вот у нас к этому клипу, на котором появился эффект Lumetri Color. С этими настройками. А настройки мы тоже можем корректировать. Потому что он вот именно на Freeway Color Corrector. Все-таки он прям перенастраивает. Да, он прям перенастраивает. Поэтому в этом большой плюс. И что я обычно делаю, когда у нас такая длинная история. Я один кадр мэтчу, потом копирую его и переношу на мастер. А ты можешь внутри Multicam покрасить клипчики? Могу. Конечно. То же самое. Только здесь я еще... Зайти внутрь Multicam. Да, да, да. А у тебя это секвенция. Да. А здесь я покрасил прямо исходник. И теперь где у меня этот исходник в проекте возникнет? У него вот здесь даже он подчеркнут у меня красной полоской. Он показывает, что к этому клипу применен эффект прям по исходнику. В браузере? Да. И теперь он везде в проекте покрашен с этим грейдом. А как ты это нажал, чтобы справа к нему применился? Смотри. Вот здесь в окне Effect Controls мы видим стандартные настройки. Да. И он отражает именно презентацию вот в этом самом месте. Но если мы щелкаем вот сюда на мастер, у нас здесь оказывается эффект, который мы можем применить к мастеру. А, это он доступ к браузерному файлу получается? Да, да. К всему исходнику, из которого выходит клип. Да. И плюс здесь мы еще можем посмотреть все места, где он лежит. И, кстати, не только здесь. Если очень умело настроить браузер, в котором куча функций, а можно в браузере... Между вот это Project окошко. Да, вот это, где окошко Project, у него есть. А можешь в листовой вид вывести? Список. В общем, вот среди всех вот этих безумных вкладок, которые здесь по факту, мне нужно есть очень много нужных вкладок, которые показывают, какой клип по аудио где лежит, какой клип по видео где лежит, где находится исходник, какое влияние. Слушай, подожди. А мы это и так видим, потому что вот здесь, видишь, синенькие эти. Если мы на них кликаем, он показывает, где лежит видео и где аудио. А теперь самое главное, когда ты открываешь там, ты видишь сколько раз клип где используется. Да, количество раз. Ты видишь, 22 раза я использовал удар вот этот вот. Ну, как лип или конкретная часть клипа. Да, и самое главное, ты кликаешь в тот вариант и попадаешь именно в ту секвенцию, где это использовалось. То есть не просто у тебя 22 раза я это использовал, а теперь именно придает возможность туда уйти. Перейти, да. Но ты отсюда тоже можешь перейти, в общем-то. Пару раз это может пригодиться за жизнь. На самом деле это серьезно пригодится. Да. Зачем тебе? А, референс? Смотри, это новая функция. Он называется вот, видишь, comparison view. Вот она здесь включается. И она еще вот здесь вот в клавишах, транспорт, control, вот здесь тоже включается. Ну, смотри, может либо через Lumetri Color включить этот comparison view, либо отсюда. И здесь может передвигаться по склейкам. А у меня, допустим, 100 см. А вот эта функция, она просто баланс подгоняет. Она подгоняет баланс, контраст, все, что может подогнать вот эти вот через три круга. Ну, собственно, да. Ну, это не совсем match frame. Да. Это прям вот ускоряет коррекцию просто моментально. Занимает это не день, а там полчаса программу. Если тебе нужно просто выровнять цвет сцены. Просто вот сделал match, бросил его на исходник. В нескольких клипах и все там, естественно. И он весь исходник сразу покрасил вот с этим грейдом. Ну, это опять же, блин, это было раньше, ну, все же самое DaVinci это было раньше. Здесь это ура. Слушай, ну, это было и в SpeedGrade, но оно работало не так. То есть, ты мог сделать match, но не мог его потом настроить. Я не мог его перенести на исходник. Да, здесь прикольно, что можно настроить match. Потому что FinalCats это тоже было всегда, но там не было настройки match. Да, то есть, это как за черный ящик такой. Да, да, да. И ты можешь так процентовку там в RPA-сики поменять. Можно RPA-сики? Нет, в десятке нет. У тебя как бы либо работает match, либо нет. Да, поэтому здесь ты можешь всегда подправить. Это, конечно, плюс. Кстати, я думаю, они должны это поправить тоже в этот момент. Я знаю, что хочу. Вот эта панель уже давно есть, но мне не хватает клавиши скопировать грейд с предыдущего кадра. А горячей клавиши для этого разве нет? Нету. Потому что это именно горячая клавиша из FinalCats, но он нет нигде в меню. Давай потом скопировать грейд с предыдущего кадра назад и три кадра. Да, да. Вот такая же спидгрейд была шняга. В десятке есть такая. Вот здесь, мне кажется, можно скопировать грейд с предыдущего кадра. Что это было? Что? А, это настройка клавиатуры. Да, это настройка клавиатуры. Здесь есть пресеты разных поиск. Ей, конечно, есть поиск. Грейт и мастер нет. Профили юзеров они изимпортируют. Может, как бы колор, как бы... Или копий просто поискаешь. Нет, у вас на копии нету, понимаешь? Веришь, я смотрю на это. А превьюс есть ли? Если превьюс нет, то точно не надо. Нет, скорее всего, не вели. Это такая, знаешь, более... Более профессиональная. Это более профессиональная функция. Которая не для премьера. Которая не для премьера. Которая просто еще придет время, да. Ну, я думаю, они так доведут, да. В семерке можно настраивать клавиатуру под себя. Выбирая конкретное шаршатка, ты бросаешь его на клавишу. Тут такого нет. Почему? Нет, тут это не совсем так. Тут ты сам нажимаешь на кнопочки. Ты сам выбираешь... Тебе нужно какую-то функцию перенести. Ты берешь и переносишь ее. Так теперь работает, да? Это, наверное, недавно вели. С восемнадцатого? С семнадцатого. С семнадцатого. То есть, как вели, в принципе, какие-то шорткасты сработали? Да. Я пересел на премьера только с тот момент, когда я... Ну, настроить мою луну. Настроить вот это не так, как там... Как было, да, убого. Это все фигня. Там до половины функции нет вообще. Нет, одна из основных проблем премьера, которая вот меня тоже до сих пор замораживает, то что это очень старая монтажка, она исторически давно существует, и многие модули в ней не менялись с самого начала. Да, это очень большая проблема реального премьера. Это просто... Просто надо выкидывать часть... Да. Допустим, если брать панель эффектов, вот сюда заглянешь, это полный ад какой-то. Полный жоп. Здесь столько... Здесь столько говна ненужного. Правда. Это... Это, собственно... Это то, что осмелены сделать Apple, но то, что если сделает Adobe, то от них столько народа отвернется, что они просто не могут делать. Почему? Они сделают. Они выкинут все это. Они очень постепенно будут... И они делают аккуратно. Они не выкидывают, они переносят эту папку. Legacy, усталевшая, да. То есть, они все равно это оставляют. Да, постепенно это. Постепенно, постепенно. Ну, что... Они еще отключают. Вы уверены, что хотите дисплеер? Да, 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 да. История какая. Лично мне кажется, что они прям полностью переделают пример в какой-то момент. Вот это essential sounds, essential graphics. Это только начало как бы такого большого пути, где это все будет переделано. Потому что они потихоньку начинают такую... Они потихоньку интерфейсы начинают перепиливать. Если сейчас открыть, допустим, экспорт и выбрать... в окошечке экспорта выбрать кодеки, ты увидишь там, допустим, черное окошечко, в котором перечислены кодеки. Но в предыдущей версии там обычное виндовое окно было, в котором были кодеки. то есть они как бы начинают... Они постепенно делают из примера десятку. Они не постепенно как бы делают ее более, так сказать, более современной. Более современной. То есть это все и растет. Все, и одно эффект. И... Но... Сама суть того, что это какое-то такое ядро, из которого ты можешь вылезать в разные программы и объединять их вместе, это оно останется, оно никуда не денется. Это то, чего нет ни у кого, и в обозрении будущей не будет. Потому что никто даже такую работу не пытается проводить. Конечно, да. Интеграции... Да Винчи, они прикольно сделали кусок Fusion, перенеся в монтажную программу, но это все равно кусок. Возможно, он будет более стабильно работать, потому что нету связи между разными приложениями. Но функционалы ограничены. Но, блин, они... Чего? Да. Да. Это плюс. Но она для новичка сложновата. Но премьер, слушай, тоже для новичков. Премьер сложный для новичка. И он требует до Винчи значительно требовав к железу. На это мы выходом не пойдем. Премьер, премьер для новичка. Премьер такой же, как и для новичков. Да, примерно как до Винчи. Ребята, здесь нужно столько много знать и понимать, где это расположено, что башня несет в наборе. Чтобы начинать монтировать, достаточно просто часа. Даже меньше. Чтобы начинать десятки монтировать, достаточно намного 5-10 все-таки. Вместо реально... Вместо часа у тебя 50 минут. 5-10. 5-10. Сейчас в Вלичи тоже положено с WST. Не надо упростить, обликать дружелюбие. Сейчас уже будут враги. Тогда они поддерживаются. Они останутся в этом концерте. Мы говорим про будущее в режиме монтажных систем. Смотрите, давайте я еще одну классную фичу покажу из последнего обновления, которое мне тоже нравится. Как раз из разряда интеллектуальной помощи. То есть, допустим, у нас есть несколько синхронов, и мы хотим проложить музычку на это все. Я хочу как раз показать панель, да, это бомба вообще. Тоже классная вещь. Значит, первое, Essential Sound, переключаемся. И здесь у нас есть альтернативное меню на то, что мы хотим сделать. Вот я сейчас выделил несколько клипов. Я ему говорю, что это звук, голос, потому что я включаю... Так, сейчас я уберу лишние клавы здесь. Автодактинг это... Сейчас увидишь. Это автокрекинг. На самом деле это есть ScreenFlow, но понятно, что ScreenFlow никто не использует. Ну да. Но это вот реально та функция, которая прям была супер крутая в ScreenFlow. Так, погодите. Значит, первое, я хочу показать... Тише. Тише. Тише поставить. Да. Значит, первое мы обозначили, что вот эти вот фразы это диалог. Это значит что-то говорильное. У нас открывается альтернативное меню. Что мы с этим хотим сделать? Можем нормализовать громкость, там еще что-то какие-то... Применить эквалайзер, еще как-то улучшить речь. Но это не главное. Главное, когда я выделяю музыкальную дорожку... То есть он портавливает, как будет. Места поставить. Да. Я обозначаю это Music, делаю тоже Auto Match. То есть Auto Match он делает на основе не пикового значения громкости, как у нас делал, допустим, гейм. А на основе средней громкости звучания. А то есть он музыку подает сам? Да. А под некоторым... Да. И после того, как я, допустим, положил музыку, у меня есть меню дакинг, я включаю его, показываем против чего нам нужно дакаться. Сейчас. Прикольно. И говорим Generate Keyframes. И он прорисовывает вот эти точки. Да, и Donald Ducks поставил Keyframes за вас. Да. Параметры эти можно изменить. Да, вот они настройки. А он по огибающей ориентируется? Вот смотри. Потому что вон он сверху, вот я вот там... Смотри, смотри. Да, да. Потому что он не по границам клипов ориентируется. Он реально анализирует громкость звука. Так нет. Нет, нет. Я смотрю, что по границе клипа. Смотри. Нет, нет. Здесь все по громкости. Просто здесь разные настройки чувствительности есть. Если я, допустим, фейды сделаю поменьше, то вот он гораздо больше точек прорисует. И где у нас речи нет, там он выводит музыку и обратно. И все это вот настраивается вот этими тремя ползунками. Это называется... Нам завтра сдавать киньте мне музычку по фильму. Да. Билдер. Через 5 минут отдать мастер надо. Давайте быстренько. Продюсеров нет есть? Давайте быстренько сведем на колено. О, не знал. Слушай, покажи, если нет, в самом же мире это вообще нет, то есть она прям в аудишн. Да. Можно билдер музыку. Да, 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 да. Это классная штука. Хотя видимо, а что-нибудь подгоняет? Да. Это сам как бы это делал. Прикольно. Да, это можно отправить трек в аудишн. Да. Как называется? Сейчас. Сейчас он отправит, потому что когда он отправляет в аудишн, он его тоже... Там такая связь необратимая. Он его, да, он отрендерит его. А это они пока не всунули, да? А китроватка? Пример. Сам пример нет еще. Встроенная, встроенная. Встроенная, встроенная. Причем, кстати, постепенно все лучше узнать. Новая, офигенная вообще, да. Она постепенно становится доминированной. Просто была обринута. Ребята, прямую склейку вы не программируете? Нет, 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 нет. Это не про прямую склейку программ. А сейчас уже нигде прямую склейку нельзя снять. Ваймуви только. Нет, я телефон опалываю. Телефон опалываю. Sony Vegas 15. А то, например, склеиваю в инстаграме. Я пробовал, вот смотри. Вот, склеиваю. Не склеивается, а ты вот так вот. Пробовал. Ты так тоже не клеиваешь? Пока мороженое не вожиданно. Надо два афона включать и два разных видео. Показывай, а вот прямая склеиваю. Да. Раз, так. А был какой-то ролик, когда-то тоже... Казуху можно сделать. Был сейчас автоматический. Кого-кого? Казуху. 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 Так, сейчас я вспомню, где это давно не пользовался. Это функция как можно из минутного трека, а вот задерживаясь. Да, да. А, без слушания вот этого. Да, 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 да. Сейчас. Что? Продюсер, как можно 60 секунд. Тоже не вбивайте. Ну, типа он зацикливает, залупливает. То есть он не повторяешься? Да, 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 да. Я, 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 просто сейчас... У меня с утра и нет, в следующий раз просто кино смотрит. Да, 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 да. Давайте сделаем перерыв, я пока найду и подышим, потому что я тоже уже устал говорить. А сейчас я найду эту функцию, я давно и не пользовался. Эффект стрек. Так, ладно, смотрите, да, поступила в просьбу показать одну функцию, но функция из аудишна. Она позволяет из трека сделать ремикс автоматически любой длины. То есть у тебя есть трек по 3 минуты, тебе нужно 45 секунд. Она автоматически просто декомпирует... проанализирует волну, вырежет лишнее и вот состыкует это. Что? Да, да, и его вот выстроит. Да, но для этого... А мне нравится, что это платит вообще. Ты можешь делать то же самое, только быстрее. И требовать те же самые деньги. Значит, давайте по порядку. Как функция называется? Функция называется... Митя называется функция хлопцов. Закидываем трек в аудишн, создаем из него... Его надо обязательно на мультитрековую сессию кинуть. И здесь правой кнопкой, здесь называется ремикс. Энэйбл ремикс. И он начинает анализировать волну и выделять квадраты. Почему тебе нельзя просто числить? На самом клипе? Ну нету, нету. Вот только на мультитреке, когда кладешь его, да. И он начинает вот это все колдовать. Сейчас он анализирует трек. А если ты, допустим, отправляешься с премьером, вот у тебя там есть 8 дорогих, например, и ты типа 9 кладешь в музычку. Ну слушай, если... Это будет мультитреком как-то? Нет, когда ты отправишь это, он проднется как один этот. Он раздевает так. И он про то, что если ты всю, все дорожки, все 9 дорожек... А, да, тогда это будет. И там ты там можешь так делать. Вот, значит, вот я его включил. Здесь он показывает target duration. Я могу поставить, ну, допустим, 0, 46 секунд. И вот здесь я могу регулировать минимальный размер бита, сколько в лупе может быть, количество склеек, которые он будет использовать. Ну, я сейчас не знаю, как это получится. Вторую склейку не вижу. Потому что вот это вот одна склейка, которую он свел, а это... Давай солнечный звук поставить. Вот. Потому что этот Раймштайн можно было вырезать просто всю середину. Да вообще, что с какого-то... Просто у меня других музыкальных треков здесь не нашлось, поэтому вот я его взял. А вот этот сейчас, как говорится, не твой? Что? Это не твой? Нет, это не Раймштайн. Это часы добре, эту функцию. Да. Класс против мастера. А вот. Значит, что еще из... Что еще из классного есть? Можно, кстати, теперь можно в премьер импортировать МКВ. Да. Зачем? Наконец-то. Зачем? Ну, потому что бесило, да. Ну, просто реально... Ну, те, кто трейлеры делал... Ну, нет, кто делал? А зачем вам МКВ? Ну, знаешь, студентам даешь задание смонтировать трейлер? Вот они скачивают МКВ, и думают... Ну, блин, не знаю... МКВ, минус А, и... Не, я... Я к тому, что... Ну, ты сейчас сказал! Не ругайся, да. Ты дам, да. Я... Я бы перезавернул в МП4 МКВ. Я бы тоже. Ну, конечно, прикольно, что можно, но... А лучше в монтажный кодекс сразу попробуем. Ну, да. Прорез. Да. 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 Просто прикольно, что ты можешь в инкоде это пересчитать. Тебе не нужен FF-репех. А так тебе не надо пересчитывать, тебе перезавернуть надо. Тебе зачем пересчитывать его? Ну, допустим, если тебе нужен проксифайл, чтобы работать с ним непосредственно. Не, 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 я понимаю. Но к тому, что это быстро работать не будет вообще. Это что? Ну, ты перезавернул в МКВ, в МП4, и у тебя как бы все хорошо. Ну, я бы перезавернул в МКВ, в МП4, и у тебя как бы все хорошо. Да. А что значит, я взрывал? Нет, не обязательно теперь. Нет, я взрывал. Это сделано в МКВ, МП4. Просто я взрывал, говоря, предложить твою коробку. У тебя коробка с надписью МКВ, у тебя есть коробка с надписью МП4. У тебя внутри одно и то же содержимое. Просто перекладываешь из одной к другую. Как это значит, что расширение МКВ пишет, расширение МП4? Фактически да, но там еще есть небольшая математика, которая добавляется. Потому что видеоподушек, да, в интернете это тоже. У него есть функция. У тебя внутри есть 26 чайных, и там, и там. А что нравится МКВ в Канаре? Какой вопрос? Какой вопрос? Субтитры мне ввели вот эти вот... Я не включаю, кстати, что это можно. Даже есть субтитры, просто есть closed caption сюда. Они уже работают здесь? Я не тестировал. Я на днях буквально высчитывал. Они с премьерой СРТ. Так. Они работают. Я полагаю, что в обратную сторону она будет у вас. А, у меня есть closed caption субтитры. Что еще раз? Closed caption субтитры. Они как есть? Они давно есть? Да. Они есть давно. Я в каком-то из обзоров его делал. А можно их прожечь в видео непосредственно? Можно. Да. Можно их прожечь, можно их выдать отдельным файлом. По-моему, прожигать файл или нельзя. По-моему, они только... Так, сейчас, когда я вспомню, где она называется, она вот так, панель captions. Вот. Как, кстати, по-человечески перевести слово closed captions на русский? Я думаю, как-нибудь в писанные субтитры, вложенные субтитры. Вложенные субтитры. Но ты как-то все... Это все эти переводы будут так. Переведи премьер на русский, увидишь, как-то можно перевести. Да-да-да. Так, сейчас я... То есть, можно captions тебе нужно создать слой? А, да, точно, правильно. То есть, можно создать SRT заслой, да? Так при импорте МКВ, он субтитры встроенный в МКВ, он воспримет как отдельную дорожную? Да, да. Я просто... Значит, 608 самый старый. А что, 208 старый? А, 404, я больше не пробую это делать. Captions, телетекст, open subtitles или open captions. Давай. Open captions будет прожигать. Да. Прикольно. Но там круче цифровалка, то есть, там можно шрифт менять и... А, я просто, что там при его типа, цифровалка как-то все сделал сам там. Там, в смысле, final? Нормальные штуки. Нет. Вот, да. А, здесь. Здесь? То есть, здесь? Ну ладно. Captions? Какой? Есть софтина специальная, где проигрываете видео и демаркер ставишь. Ага. Ну, есть так, наверное, софтина. Там проигрываете видео и демаркер ставишь. Ага. Задачи бывают разные. Кино надо на фестиваль отправить. Титры нужны. Для мака есть. Вот. И здесь через панель... И здесь через панель... В том, что Open Subtitles... Да. Open Subtitles... ...респортируется как S&P. А Open Captions экспортируется только как... Как ложное. Ну вот, да. То есть, типа можно прожить, да? Да. Да. Ну вот, смотри, у тебя при экспорте... Captions. Вот. Burn Captions into Video. Да. Прикольно. А где тифры? Простите. Ну, просто их нет. Вот они, вот они, да. А почему они тогда так отражаются? Потому что... А, вот теперь нормально. Не, просто здесь я там два слоя положил. Open Captions и Open Subtitles. Просто выбираешь, какую именно прожечь. Прикольно. Для каких-то малых бюджетов, там, коротых метров... Ух, прям... В какой-то веке я могу сказать, что Final Cut с перфункцией из премьера. А ты немецких? Да нет, нет, нет. Они новый образ добавили в собственную версию Captions. Они думали, просто их не могли так долго ввести. Они просто ждали. Ждали, да. На самом деле эта функция была... И изначально. Скрытая, да. Изначально. Они же Closed Captions. Скрытая. Да. Значит, что сейчас? Давайте про тетровалку, может, про новую. Да, 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 кстати. Потому что в тетровалке в новой внесли изменения, что можно работать с функциями текста именно в панели в одной. То есть, увеличивать его и так далее. Смотрите, да. Панель Essential Graphics у нее появился... Кстати, интернета нет. Здесь появился Adobe Stock. Ну, у меня здесь нет на ноутбуке. Который позволяет MoGraph-темплейты грабить прямо с этого. С сайта Adobe Stock. Да. Ну, я показывал, да. Кто не видел. Да, это очень круто. Это прям удобно. Удобно, да. Чего, кстати, нету по этой категории. Они, кстати, они... Они понятны, кстати. Они вряд ли будут интервьюрироваться с всякими motion graphics и прочими. Но есть, как бы, FX Factory, которая... Нет. Понимаешь, как бы, здорово. Суть муограф-темплейтов, то, что они... Ну, им могут создаваться кем угодно. И, то есть, кем угодно могут вывешивать их на любые стоки биржи и в любой цене. Подавно, F1 добавил интеграцию с Final. Скорее всего, с Primero тоже по-моему. Ты можешь брать любые стоки с F1 и через приложение Dragon Rock, и перетягиваться в таймлинии. То есть, немножко другой типа, знаешь? Это немножко другой. Это стоки. Ну, я думаю... Ну, здесь мы тоже можем Adobe Stock закидывать. Прям вот отсюда здесь его искать. Ну, в поиске. И сразу картинки кидать. Ну, смотри. У тебя муограф-темплейт. Как ты защищаешься от воровства? Чего? Ну, ты вот, допустим, взял этот темплейт, закинул себе на таймлайн, а потом взял, открыл через автор, изменил и убрал в интермарке или как-то. Нет. У муограф-темплейт есть бесплатные, которые ты просто скачиваешь, просто закидываешь. Есть платные, которые ты сначала покупаешь, а потом скачиваешь. Если ты их потом переделаешь и отправишь им обратно, они просто не примут и забанят тебя. В Final есть, допустим, так называемый, ну, есть MotionFX, которые делают кучу плагинов. У них есть свой инсталлер. Ты можешь прямо через их инсталлер включить, ну, скачивать, прискачивать. И они все тоже устраивают. Ну, то есть вот эта вот штука с добавлением шаблонов Premiere, это круто, она там недавно появилась. Ну, соответственно, тоже была там всегда Final Cut. Но то, что сейчас даже у MotionFX стали появляться для программного продажа плагинов для Premiere, это неплохо. Да. Так, и давайте, как работает новая тетровалка? О, давайте даем. Это интересно. Значит, тетровалка раньше была старая, там, без настроек? А можно мужчину? Надоел. Что? Мужчина поменять надоел уже. Надоел. А это другой мужчина. Другой. Ладно, давай сейчас тебе поменяем кадр. Причем, самое главное, старая тетровалка, она как бы осталась. Интернета нету, да. Она старая осталась, но ее надо еще знать, где искать. Да, да. Левикс и тайтл есть. Это в 18-м году. Да, это вот в этом, ну, как вот, да. По последним примере есть возможность открыть старую тетровалку. Да. Она и раньше была, когда она Ctrl-T вызывалась. Да. А теперь Левикс и тайтл есть. Ну, если у тебя не на Ctrl-T что-то другое? Если хочется предаться вспоминаниям, то да, старая тетровалка. Файл Нью. Легаси тайтл. Легаси тайтл, да. Но мы сейчас говорим про новую, а новая у нас... Так. Ребят. Господа. Господа. Господа, возьмите себя в руки. Дочь. А я здесь причем. Или друг друга в руки возьмите, как-нибудь. С лобцов отойди. Да. Да. Допустим. Ну, вот я просто... Чтобы картинки... Ладно, давайте. На это. Допустим, картинка. Я сейчас в целом буду про... Ну, давайте про и титры. Вот. У нас есть... Как только мы активизируем Type Tool, у нас появляется, и кликаем где-нибудь в кадре, у нас появляется графический слой. Графический слой – это прозрачный, на котором мы можем создавать различные объекты, типа... Этих... Круги, овалы, прямоугольники, какие-нибудь такие штуки. Титры. Титры. Типа это. Да, да. Типа это. Типа это. Типа это. Каждый раз, как раз. Больше и больше. Титры. В этой... В этой... Смотрите. Вот. И она появилась вот здесь вот в виде как бы эффекта. Вот на... Ну, свой вы написали или только... Да. И, допустим, я хочу... Слой универсальный для графики и для титров, для текста. То есть, это типа adjustment layer, сложен типа текстом? Да. Если очень грубо. И, допустим, я хочу сделать еще какое-нибудь подчеркивание вот это вот. Ух... И, чтобы у нас управлять, мы можем либо через effects, либо через панель Essential Graphics. Конечно, так будет удобнее. Допустим, заливку я хочу оранжевую. И что здесь мне больше нравится, то что вот у каждого из этих эффектов свои настройки трансформа, то есть движение. У нас есть трансформ, где можем задать движение этих элементов. Допустим, сейчас я сделаю движение вот этого shape, чтобы он у меня выезжал сбоку. Так. Position раз. Position два. И я хочу, чтобы он выезжал у меня как-то более красиво. Для этого я делаю его temporal is in и чуть-чуть. То есть оно такое плавное вылетание. И теперь я хочу, чтобы после того, как он прилетел сюда, из этой надписи у меня вылезал титр. Для этого я беру уже трансформ для титра и тоже ставлю ему две точки. Position. Position. И добавляю еще к этому всему маску. Получается вот такой титр. Только я еще хочу тоже, чтобы он нормально выезжал. и Temporal Interpolation. Напомню, пожалуйста, а ты включили снизу. Ты можешь копировать сюда? В смысле? Ну, у тех экранов, которые у тебя есть, ты можешь вот это вылазить? Могу скопировать с Position на этот. Без проблем. Потому что это то же самое. Такой же трансформ у каждого из них. Можем их копировать друг друг на друга. Так. Ну вот я сделал титр с появлением. Ну, давайте. Можно еще заморочиться исчезновением. Но пока ограничиваемся на этом. Смотрите. Здесь у нас есть такая штука. Ну, давайте, Влад, сделаем с исчезновением. То же самое. Можно истелить его. Так. Раз. Что? Да. Это все... Майнер Хаус. Так. Да. А, нет. Наоборот, здесь. Есть. Да. Где-то, 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 где-то. И, соответственно, чтобы он тоже улетал нафиг. После того, как... Так. И эти точки пораньше. То есть у нас получается... Жиг. Жиг. Теперь, если мне нужно этот титр скопировать, изменить его длину. Есть дополнительная функция. Вот, допустим, я его скопировал. Опс, не туда. Да. И изменил длину. Точки-то у меня зафиксированы в этом месте. Да. И у нас появилась новая фича. Вот здесь вот. Интра-дюрейшн и аутро-дюрейшн. Если я его задаю, у меня появляются такие границы. И все точки, которые сюда попадают, не меняются. Да. Прикольно, как мы уже сделали. И финал то же самое. Вы видите такое. Конечно. Конечно. Все как вы любите. Все как вы любите. Все для вас. Да. Видите? И двери, эти точки также у нас смещаются и исчезают. А они медленнее смещаются и исчезают. Время. Вот все, что входит в эти половины, все фиксируется по времени. Они не растягиваются. Я понял. Ты только середку увеличил. Да. Да. Только середина. Там, где все статичное. Да. И что еще здесь есть дополнительное. Но пока еще работает на самом деле не идеально. Хотя в данном варианте может и идеально. Допустим, я могу приоттачить вот эту полоску. Я могу привязать к длине титра. То есть, вот здесь вот титр я привязываю и по длине. То есть, если у меня титр следующий будет длиннее, то и полоска удлинится вместе с ним. Так. Титр, титр напиши. Титр, титр. Хорошо. Сейчас я включу сюда. Титр, титр. Что ты стоишь? А у тебя маска. А, маска, да. Надо маску раздвинуть. Ну ладно. Титр, да. Сейчас мы ее... А вниз, чтобы расширялась. Что именно расширялась? Все к тебе увеличивает то, чтобы расширялся. Что он бросит это? Все, да. Вот маска. Маски не применяйте. Нет. Маски надо... Ну маска, она... Маска над всеми ними находится, на самом деле. На текст. Да и на текст... А, ну да. Она к тексту привязывается. Да. В каждом эффекте свои параметры transform и свои параметры маски. Но есть еще один хинт, который... Мне почему-то не хват... Почему-то они не задумались впихнуть вот в титровалку, потому что он больше всего применяется. Есть возможность сделать в Premiere Motion Blur. Она почему-то нигде глубоко не заявляется, но она решается тоже через фильтр transform. А кинюшку добавить? Кинюшку, само собой. Дроп шадоу. В принципе. Как похоже. Да, и в принципе даже здесь, по-моему, есть. А. Ну, лучше в этом меню, потому что все в него переезжает. Да. Вот они. Не-не-не, это строк, это не shadow. А, строк, да. Shadow ниже, все. Парт. Да, круто, сверху настраиваешь, да. Да. Так, что я хотел показать на самом деле. Сейчас я сделаю копию этого титра. Хотя, зачем? Вот у меня. Этот же титр. И я сейчас просто удалю все точки. Потому что есть. Вы уверены, что вы хотите удалить точку? Да. Вдруг ты сумасшедший. Ну да, вы правда уверены, что? Вы хотите выключить компьютер? Я не говорю, давайте с тобой. Нет, то есть ты сбрасываешь сразу. Нет, в премьере то же самое. Может у вас там Final Cutting не так? У нас Final Cut. У вас Final Cut не так. У вас в этом Final Cut. Да. Так, смотрите, есть эффект Transform, у которого примерно те же настройки, что у Motion, но есть одно отличие. То есть я могу сделать тот же самый Position, вылетание за кадр. Но это получается Transform на объект. Да, Transform на объект. А там Transform на элементы. На элементы. И поэтому они сохраняются в пресетах. То есть у нас есть вылетание, допустим. Можно еще быстрее сделать. И у нас есть возможность добавить ему Motion Blur. Да, да, да. И все. И все сломался. С этим титром он не хочет делать. Ну, то есть. Он в Абсолют и переехал. Кто Transform в Абсолют и переехал? Ааа. Не получается. Прикольная штука. Прикольная штука. Но лучше сейчас попробуем сделать вот так вот и применить к видео. Потому что с видео я часто использую, когда нужно сделать Zoom, а что там, мне кажется, есть проблема в этом. Ну, то есть. Да. В ноутбуке. Да. В ноутбуке. Вот, да. То есть, конечно, гораздо с Motion Blur гораздо прикольнее все это движуха. И то же самое с видео это работает. То есть к любому движению, которое создается в Premiere. Премьером. Да. Прикольно. Поэтому есть возможность. Допустим, у тебя есть 4К видео. Ты хочешь сделать наезд, как будто фокус повернул. И ты делаешь через Transform и у тебя получается вот этот Zoom с блюром. С Motion Blur. Что? Они так снимают, в принципе. Нет, не сагрантируют, к сожалению. Да? Ну вот. Вот. В общем, такая вот функция, которая почему-то не публикуется, но она есть. Я не угоюсь, но все это в монтаже называется словом бантики. Бантики. А мы сейчас все о бантиках. Потому что программ, которые могут делать прямую склейку, уже настолько много, что... По дням. Какая? Десятка. Какая имя? Десятка. Какая имя? Десятка. Это оператор должен делать прямую склейку. Он отснял кадрик и перестал снимать дальше. Я боюсь, что не справлюсь. Сорвусь. Слышь смеяться, ты будешь смеяться, но Мишка, Маринка не даст соврать, старший. Когда снимал «Свадьбы», снимал их именно так. Ну это нормально. Он их снимал сразу под монтаж. Вот. Ну, на кассеты. На кассеты. На кассеты. На кассеты. На кассет. Ну, на кассет. Склейку. Склейку. На магнитную ленту. Склейка, сразу монтаж. Бывает же ... Совет Whisper Patron. Это я этих хамшика штука всегда троллю. Ну, сейчас я вам пример более актуальный для вас приведу. Ну, например, снимаете в асфальт, монтируете в асфальт. Ну, нет, в примере, я смотрю, много чего такого, что можно для себя найти, просто это не лежит на поверхности. Например, один, как бы, хейборд шурка существует. Там функции просто на пупенье, но их надо искать, лазить и включать, чтобы всё повесить на кнопочки и всё этим быстро выживать. Например, тримминг самое основное, что всем нужно, оно там зарыто глубоко в метрах. Что именно? Ну, чтобы ты переключал, чтобы ты, допустим, встал на склеечку и ты кнопочкой выбирал, с какой стороны ты что будешь резать. А, ну, оно не зашито, ну, вообще, да, надо, конечно, сказать. Нет, нет, не типа, не нажимаешь на там, ну, ctrl, c, да, а ты нажимаешь, допустим, 9. Это левая сторона и 0, правая сторона. А, ну, вот так вот. Типа, ты выбираешь, что ты начинаешь делать. Левую или правую склейку ты двигаешь. То есть, ты, знаешь, не переключаешь, а именно выбираешь. Ну, то, что панельные квадратные скобки. Ну, да, ну, 3D это то же самое. Это лежит внутри, это лежит глубоко, это лежит на поверхности. То есть, как бы, оно все есть, это просто исключает нам, к сожалению. Ну, это как в фотошопе, ну, точнее, не так прям, как в фотошопе. Но когда фотошоп просит добавить новую функцию, она, скорее всего, там уже есть. Ну, да. Да, да, да. Да. Много всего. Много всего. Нет, титры классные, титры сделали как в Motion, они прям молодцы. Титры сделали хорошо, они экспортируются, импортируются, это прям большой плюс. Но, на самом деле, вот, кстати, еще сейчас одна моя любимая функция, которую я постоянно пользуюсь, потому что я не пользуюсь Motion темплейтами. А. Потому что для меня это слишком это. Я беру авторскую секвенцию. И кидаешь ее туда? Да. И меняю текстовое поле. Можно менять текстовое поле любой авторской секвенции в премьере. А в этом окошке social graphics можно? Нет, нет, смотри. Допустим, сейчас я с уроков что-то возьму. Так. Допустим, ну, вот какой-то вот, вот этот вот. Сейчас он через динамик линк вот этот подсосет, там большой проект с графикой. Вот. Тайп кит не может найти. Окей. Это он мне сейчас сказал, что у него военных своя система синхронизации шрифтов. Тайп кит. И вот я импортнул авторскую секвенцию. Сейчас я вот открыл. Здесь у меня всяческая вот эта графика, которую я использую. Я ее просто кладу на таймлайн. Допустим. Это я могу все. Мне пока не нужно. А почему такое случится скилл? Сейчас расскажу. Это, кстати, большой вопрос. Чем они отличаются? Сейчас я тебе скажу. Это две большие разницы. Я записал на эту тему урок, но еще не смонтировал. Эксклюзив. Да. Но сейчас пока я расскажу про титры. Вот я титры поместил сюда. Авторская секвенция. И вот здесь вот в настройках мастер. Сейчас он задумался. Я могу менять любое текстовое поле, которое находится в этой авторской секвенции. Причем на любой глубине. Нет. Раньше они только в корне лежали, но теперь на всю глубину всех вложенных секвенций можно поменять любое текстовое поле. Прямо вот здесь вот так вот. Это композиция, да, с авторской? Да. Это просто авторская композиция лежит. Это очень круто. Бля, это тебя круто. Нет. Нет. Вот. Допустим, что я могу сейчас сказать? На текстовое поле ты можешь поменять шрифт, размеры и так далее? Нет, только содержание. Для того, чтобы поменять размеры и сам шрифт, мне нужна правой кнопкой нажать Edit Original, он откроет этот артер эффект на этой самой секвенции и уже ты можешь менять шрифт. Ну, это если ты будешь делать MoGrafting Plate, ты можешь туда запятать все, кроме шрифта на самом деле. Пока. Пока это большой косяк, что у MoGrafting Plate нельзя запихнуть шрифткой. Поэтому его надо менять вручную. То есть это нельзя поле вывести в Premiere. Вот. А остальное все можно. Но вот это нельзя. Так. И да, я хотел бы что-то поменять. что-то, что на поверхности, допустим. Вот. 0-0-2. А, динамичный швей, который полупрозрачный? Нет. Чтобы тебя затерли? Чтобы я затерл. Ну, нанимаешь 50 китайцам. Не надо 50. Нет, на самом деле в Premiere нет, но вполне возможно это сделать через связку After Effect MoCo. Понятно. Ну, можно. Но это стоит будет дороже, чем купить этот клип. Я автоматически копирую фон и подставляю. То есть это затирание было. Вот. Что ты знаешь на фон? Ты выделяешь область экрана. А я тебе это отбираю. Ты отбираю. Ты отбираю. Ты отбираю. На шоке. Либо мастере, либо прям в Premiere. Примею. Да, конечно. Я тоже. Я тоже отбираю. Ты отбираю. Ты отбираю. Ты отбираю. Стирать можно прям сразу там, да? Да. Ты простаешь. Просто стирай. Шрапка стовки. Разбирай. А не класс. Так. Стол. И еще какую штуку кто спрашивал? Ты спрашивал. Ты спрашивал. Можно прям легко. Всякие тросики. А. Scale to frame size. Смотри. Здесь есть. Такая штука. Что это. Сейчас я возьму. Просто 4к-шный исходник. У меня есть исходник 4к. Ты меня не слышал вопроса. Самый расправивающий. Какой-то специальный проект для этого работы? Обычный проект может создать сегменты любого размера. Он придется каждый исходник. Куда-то. Магия. Степропри. Его изменять. Свойство. Если он неправильно интерпенсируется, тогда надо менять. Если мы... Да. ...правильно интерпенсируется... ...правильно интерпенсируется... ...правильно интерпенсируется. ...правильно интерпенсируется... ...правильно интерпенсируется... Смотри. Я просто не до конца понял, в чем задача. В том, что разные исходники разного размера... ...правильно интерпенсируются и выбираю... ...правильно интерпенсируется... Я хотел показать, что в разнице между... Да. Какую маску еще раз? По рендеру? Смотри, когда ты выгоняешь рендер, у тебя output... Я не понял задачу. Еще потом, да, пока... Я не понял вопроса, да. Так, смотри, в чем разница? Сейчас вот два исходника у меня здесь, 4к-шные. Один я сейчас делаю scale to frame size, второй set to frame size. Я заменил, что в одном эффектах изменяется размер, а в одном типа нет. Смотри, да. Да, set to frame size изменяет размер, а scale to frame size изменяет размер. Ты будешь с проксей, где по-любому надо использовать scale to frame size, чтобы у тебя параметр этот не изменился. Второе. История в следующем. Если, когда он делает scale to frame size, видишь, он оставляет 100%, и он для ускорения работы ограничивает качество картинки вот этой рамкой, которая есть. И если мы делаем, вот я сейчас увеличу это в 10 раз, допустим, вот на этом моменте, допустим, вот на этом же, и этот чувак тоже на этом же моменте, чтобы было с чем сравнивать. Этот я сделаю 1000, а этот я сделаю, получается, 125, да. В принципе, они должны быть одинаковые, да, но мы видим разница в качестве глобальная. Ну так слева-то у тебя scale to frame size, правильно? Да. А, сейчас, подожди. Поэтому я всегда и пользуюсь scale to frame size, потому что он не гасит качество. Да, но когда ты монтируешь с проксей, тебе по-любому надо использовать scale to frame size, чтобы у тебя не изменилась вот эта цифра. То, что переконнектится к полноразмерному, и они пропорционально уменьшатся. Вот, поэтому здесь он, когда мы используем scale to frame size, он для оптимизации работы уменьшает картинку до размера вот этой секвенции. А когда мы используем set, то этого не происходит, остается исходник такой, как он есть. Но просчитывается дольше. Тут спорный вопрос, что используется. Да, тут в зависимости от задачи. Если ты... То есть, спорный вопрос, может быть? Да. А в рост scale. А, в рост scale. А если тебе, в принципе, ты в монтаже будешь ее увеличивать, еще как-то ронировать, там, увеличивать, то set. Вот. Все, вот и вся разница. В зависимости, нужно отталкиваться от задач. Вот, теперь еще. Вот, как раз, это те самые детали, в которых кроется дьявол. Еще, вопросы? Нет, это да. Что еще нового? Я влюбился, но и столько раз, я в тебя. Ты мне давно нравишься. А, это хорошо. Нет, не без интима. Слава Богу. Все хорошо. Хотя... Это было вот так вот сидеть. Вы чего здесь все это пригородием? Так. Вот есть такой вопрос. Очень криво. Инклюзив файл от грэм. Если он получает в прокусе по лидерам, то потом в му. А, на рост scale. Ну, перелинковать в мере. Очень криво получается. Всегда это как-то... Ну, у меня, получается, я на шару. Он тебе может перелинковать, но все равно будет писать move. То есть, интим-вуд, ты как-то... А, он имя может не менять. Да, он сразу же, да. Да. И не всегда, там, спустя, там, десятую перезагрузку. Правильно. Тогда может и поменять. Ну, то есть, он не удаст расширение. А зачем тебе какое-то расширение написано? Это мне? Да. Я про мне не помню. Нет, ну, просто, у кого есть. Просто есть встроенный инструмент прокси, вот здесь, в примере. Да, тут просто история в том, что он сразу делает себе прокси. И тогда... Прокси, тогда, да, я помню. Прокси, тогда, да, я помню. Прокси, тогда, да. А, надо, чтобы локси переделал... Не делитесь, Ильяна, не делитесь. Это вам. Понимаете, что это одно и то же. И это, как бы, просто файл. Это вам? Нет, нет. Это должно быть шиповый файл. То есть, ты знаешь, типа, есть name, есть 3D, да, или коллаборация. Коллаборация с чем? С монтажерами. Да. Изменяем файл, ты мог перелинкроваться. Да. Да. То есть, понимаешь, это, это как бы... Да, у меня любимый, да. Так, кто про планете пиле? Он работает. Да, это будет, что? Да, я вам классный. А вот, кстати, да, у меня есть файл, которые это делают. Еще, Наталья, еще. Дай, пока ты стоишь, покажу одну штуку. Не надо, что черт, привезь сама. Себе. Не нельзя, и дядь будет. Чтобы, смысл уже нет. Не нельзя, мне не дядь будет. Не дядь, жена. Не дядь, жена. Вот, смотри. Такой кусок. Ты прямую склику будешь показывать? Почти. Ура! Ура! Прямую склику. Раньше, до сих пор... Ну вот, сейчас... Сори. Как снэпинг у тебя включается? Я... О, включен, да? Так? О, отлично! Браво! Лучший! А, нет, ты не снэпинг, ссори. О! До сих пор в премьере, когда ты... пытаешься что-то... Ну, когда нужно было перетащить клип выше или ниже, то нужно было очень сильно выверять, чтобы он не подвинулся. Или можно нажимать shift, наверное. И это не работало. А теперь работает. Да. Все, пацаны, теперь с shift работает. А раньше не работало? А раньше не работало. Вот, до 18-ой не было. А теперь, смотри. А кнопками-то можно? Можно. Кнопками можно. Кнопками... Все. Но... Альт-верх-вниз все работает. Да? То есть вот. Левее... Говорят, нет ограничений. Ну, то есть, пока клуб не вырубится. Так же, как по мультике, у меня тоже есть ограничения. Слушайте, а у меня такой вопрос, а можно ли перемещать дорожки? Вверх-вниз. Как слои. Да, как слои. Можно работать. Я хочу просто взять трек и перемещать. Я хочу просто взять трек и переместить. Сейчас ты можешь выделить все треки на дорожке. Да, да. Все проверено на одном треке. Все правее и левее. Ну да, правее. В функции А, трек-селекшн, только shift добавляешь. Не, не, не. Я имею в виду, когда я хочу. Вот у меня, то есть, у меня есть 30 минут, да, есть, допустим... Макс, ты встал в начало, трек-селекшн, все, что справа. Да, да. У тебя выделилось все, что на одной дорожке. Я не перемещать это хочу. Я хочу трек вверх, на сам треком. Схватил, схватил за это все выделенное. Перемещал, вместил вверх. Зажат. Нет, он выделяет все. Когда ты это делаешь, он все выделяет на дорожке. А я хочу именно... Допустим, у меня 18 треков. И я хочу трек номер 4 поставить выше трека номер 6. Ну, ты и выделяешь только его. Наверное, надо освободить пустое место, да? Он делает то же самое, а то хочет как-бы не бояться его с выделением, а взять сюда его и поменять. Да, да. Не-не-не. Вот, давай спрашивай. Нет, нет, от которого нет. Вот этот плохо. Не-не-не. Вот не тому, который он сам может. А мне, значит, не хватает, а вот тому, который здесь. Эффект по треку в видео можно было принять. Вот этого тоже не хватает. Ждем, ожидаем, как бы. Да, понятно. Всегда будет что-то не хватать, понимаешь? Когда они тримминг еще подзапитят. Ну, это как-то а-витнес-ка, ты-то? Да. Вот, который мне лучше выбрал. А-вот, который я прям и дизайн. А-вот, который я прям и дизайн. 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 Есть большие лицензии. Есть Enterprise, профессиональная. И там еще два варианта. Ну ладно, окей. Значит, там Team Project в обоих какой-то. Да, да. А в рамках одного юзера, в рамках одной группы. В рамках одной группы. Абсолютно. Деньги нет. На встрече к кому-нибудь не идет. А чем вам это за аренду? Не деньги же мне вам совать за аренду? Enterprise – это лицензия для продакшна. То есть там покупаешь… Вы ей не рассказываете. Как бы один пакет между разными аккаунтерами собираешь свои лицензии. 25 штук. Ты фирма, и у тебя, допустим, 15 монтажеров. Ты платишь миллион рублей, и у тебя 15 монтажеров как бы работает. И ты между ними динамически перераскиваешься. Уволился человек, ты его аккаунт удаляешь. Я же подавал монтажеров. У меня к вам вопрос такой. Совет я хочу вашего всеобщего. Убей их. Такой вопрос. Есть документальное кино про Final Cut 10. Вы все знаете, как прекрасен Final Cut 10, да? Как уже Final Cut 10 назвал Premiere Pro, да? Есть документальное кино про Premiere Pro. Нет документального кино про Final Cut. Сделано было кино сначала от фаундинга было на Kickstarter, потом, собственно, было снято. Там интервью с разработчиками, интервью с всякими гуру индустрии и так далее, и так далее. Вот. К этому документальному кино я заставил некоторых товарищей делать субтитры на русском языке. И, соответственно, я думаю, что, может быть, это кино взять и показать в каком-нибудь кинотеатре. Соответственно, основные зрители будут монтажеры. Не важно, чего монтажеры. Ну, важно, что монтажеры. Кино про монтаж, собственно, для монтажеров. И я это пока еще нигде никому не анонсировал. Ну, так, совсем мельком намекал. Поэтому, как это сделать удобнее? Это должен быть кинотеатр. Это должен быть открытый показ, закрытый показ. Это должно быть платно или бесплатно. Вот. Такой вот, в общем, вам вопрос. И, кому вообще интересно, может быть, посмотреть кино про Final Cut документальное, оно длится примерно час. Нельзя в МШК зал занимать? Может быть, в МШК в зале это сделать. Я пока не знаю. Я думаю, что я... Можно приурочить к чему-то. Можно приурочить к чему-то. Я пока еще не помню, почему. Субтитры у меня уже почти готовы. Мне надо их просто еще отриндоксировать. Вот. Соответственно, у меня могут быть... Ну, у меня есть затраты на субтитры и могут быть затраты на зал. Если у меня будут затраты на зал, вопрос, сколько это будет стоить и имеет ли смысл брать со зрителей деньги, чтобы эти затраты отбить. Может быть, если это будет стоить недорого или есть какие-то нормальные кинотеатры, ну, не очень дорогие, может быть, это можно бесплатно просто делать такой фестиваль Final Cut. Вот. Соответственно, кино явно будет не всем интересно, но все равно, я думаю, прикольно может быть. Вот. Поэтому это такой вопрос на подумать, наобсудить. Да. С создателем фильма, скорее всего, у меня получится по правам договориться. Ну, я его лично знаю, который это все дело снимал. Я могу спросить, типа, можно ли прокатить в кинотеатре в Москве твое кино? Он сейчас его продает на этих, ну, онлайн видео on demand сервисах. Возможно, он захочет какие-то деньги из билетов, и тогда мне, собственно, надо будет собирать деньги из билетов. Возможно, не захочет. Сказать, ну, прокати просто как бы, скажи там. Вот. А ты что-то как-то хорошее скажешь. Если там на экране не только интерьер происходит в это действие, да? Так. Но все-таки удобно, наверное, будет озвучить хотя бы в один голос. Потому что с субтитвы, ты читаешь и смотришь что-то, это сильно отвлекает, да? Да. Под потерей внимания. Ну, прикольно, да. В любом случае, нужна озвучка в связи с тем. Голос есть. Да? Голос у нас есть, да? Голос у нас есть. Без проблемы. А тебе на минусы. Отлично. Будет еще раз. Можно так продолжать звучать. Final Cut. Десять. Сейчас его на просьбе. Да, люк, да, люк. Да, люк. В какой-нибудь школе, наверное, такой МШК-то будет. Ну, МШК-то прикольно, но, во-первых, туда не все могут попасть, скорее всего. Все. Все. На самом деле, тут просто надо дождаться, когда дверь откроется. Как-то ждать ей. Бакимов же организовывал, там, три года назад, там, большой сбор под 200 человек у нас будет. Да. Но, мне кажется, прикольно это сделать в настоящем кинотеатре, и прикольно было бы пригласить туда еще каких-нибудь не связанных с монтажом людей, а просто, ну, как бы, людей. Можно сам попробовать дом кино, ты говоришь? Может быть, дом кино, может быть, 35 миллиметров, может быть, не знаю. Потому что вариант МШК или закрытые показы в кинотеатрах просто типа закрытый показ, они, ну, это опционально, это возможно, это несложно реализовать. А вариант именно, чтобы на большом экране прикольно. Типу премьера? Ну, а там все равно 2К проектный максимум. Не премьера, а файллк. Ну, Full HD-то будет точно. Full HD 2К не очень большая. Я скажу, мы тебе неприятно ведь. Теоретически, может быть, там даже 4К можно будет вытащить, я пока не знаю. Может быть, в группу повесить объявление. Да. Может быть, в группу повесить объявление. Во-первых, можно сказать, сколько там. На анкету пойми, пойми. Я думал сделать, соответственно, у себя в чате по файллкату какой-то опрос объявления, ну, или там распъярить это там на сайте, в разных ТВ кино, радио и прочих историях опрос какой-то сделать. Но, поскольку субтитры у меня еще там в процессе готовки, они еще не готовы. Я хотел это сделать, начать делать, когда они у меня уже будут готовы. Но, поскольку мы здесь собрались, я вот решил вас спросить, что вы думаете по этому поводу. Я буду сразу все придачу. Про озвучку я тоже думал. Я пока не знаю на самом деле про озвучку, потому что там по кино, там в основном интервью, 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 интервью. Там куча говорящих голов. Соответственно, убирать их голос точно не вариант. накладывать голос поверх возможно, чтобы там по-тихому они звучали и звучало озвучно. Это возможно. Не знаю, может быть просто субтитры. Субтитры. Может быть субтитры, может быть субтитры. Не знаю. Просто если бы был перевод, если бы люди из вне пришли, просто комфортнее было смотреть? Возможно. Вот я пока не знаю, я просто знаю, что показываются фильмы с субтитрами и люди смотрят. Нормально. Отвлекают, но... Одно дело фильм, где часть действий и эмоции, другое дело читать, что говорит говорящая голова, от которой эмоций по минимуму, с точки зрения игрового фильма. То есть он указывает на экране, тебе нужно уловить эти детали, да, и ты читаешь сюда, а она там что-то мышкой дёргает по таймвайнику, когда пролетает. Но зато голоса настоящая. Ну, слушай, насколько это важно. Это больше информация, чем информация. Знаешь, когда я интервью всякие смотрю там на ютубе, я-то, как бы, фрагменты нажимаешь и по следующему читать. Но я смотрю вообще на английском. Но я знаю, что не все смотрят на английском. Но я знаю, что не все смотрят на английском. Погубиться-то зачем? Нет, погубиться-то. Погубиться на три месяца вообще. Да. В общем, я понял, что надо, короче, искать какое-то, пока что непонятное, если у вас есть какие-то мысли на тему кинотеатров или там знакомые. Знакомые. Да. Несмотря на то, что я здесь сделал. Ты давай, по-моему, с пирожами по всем большим группам, а думаешь, что мне придется. А сколько человек должно набраться? Примерно. Если бесплатно, то что найдем? А если за деньги, то желательно побольше. Ну, там сто, пятьсот или тысячи человек должно быть. Или как? Ну, в какой-то зал. Ну, так у вас зала там есть. Если у тебя, по-моему, там пять тысяч рублей. А сколько вот, допустим, 35 миллиметров стоит снять? Ну, что такое, так уверенно про 35 миллиметров там? Ну, там просто прежний миллиметр. Там уже все есть? Нет, там просто... Слушай, он же выстрелил. Так, а куда я снялся? А не знаю. Я просто почему-то у меня вот 35 миллиметров такое дружелюбное для всех. Слушай, я точно могу сказать, что можно говорить со звездой. Например, да. Да, как минимум, но она маленькая. Воу, воу, воу. Зервивая это. Как же он называется на курсе? Со стола? Со стола? Да, да, да. Ну, как? Примятие. Ну, если, кажется, только зону к нам куда-то договориться. Можно попробовать. Потому что он будет профильная история, можно будет поискать член-нибудь знакомых. А в доме кино есть хороший зал? Зал. Там белый зал. Там один и два зала. А. Белый зал. Ну, там же он как маленький. Он 400 мест, по-моему. Он вместо 400 с ним больше делает. Белый, да. Он большой вообще под тысячу. Под тысячу. А, да. Ну, вот такой прямой какой-то. Он прекрасный зал. А на сколько реально как бы его арендовать? Да? Сколько? Я не знаю. Просто пока это мечты в одну руку только. Продаватели уже есть. Да, давайте. Я думаю, на следующей неделе, где-то в середине, я это все буду пытаться анонсировать. Ну, Москва, я не знаю, сколько стоит. Какая-нибудь выставка. Вот. Какие у дела? Слушай, я прям... Ну, там такая проходная система. Да. Ну, просто чтобы это была открытая штука, тогда мы пришли на записи. Мы так просто перейдем. Пейте пока на двоих. Можете такие? 500? Сейчас еще приедем. Вряд больше. У нас только монтажеры. Слова сразу собрались и все взяли. Объяви подписку. Подписку? Или как? По 10 долларов. По 10 долларов, да. А потом же без руками сбеги. Надо попробовать, да. Надо попробовать, да. Надо попробовать, да. По крайней мере, вот, посмотри, то, что на этой концентрации выглядит даже более простой вариант, потому что АК там пользуются люди, которые, ну, Сайго Холкер, что называется, а у них коммерческая история, поэтому... Ну, да. Да. По 150-20 рублей за бюлент, это не будет наносить. Ну, это может отбить затраты на переводы на арену, да. Потому что... Да. Даже по 300 рублей, совершенно спокойно. Надо просто сделать опрос на пример... Сколько денег? Да. Кто желает, кто желает, кто готов к затрату сделать, там, 4 варианта. Ну, потому что есть определенного рода затраты, пишут, что они есть. Да. Кстати, правообладатель, тоже, наверное, не против. Я думаю, что ему будут рады, если он получит деньги, тут же, тут же. Потому что у нас, как раз, такие, как корпусные деньги, потому что там, область, это стыдно предлагать. Нет. А деньги никогда не стыдно предлагать? Не, ну, там, он же от хлам делся все равно, через, ну, правообладатель. Нет, я понимаю, но ты, ну, что, если, скажем, зал стоит 500 денег, зал стоит 500 тысяч. Я просто даже не представляю, сколько зал вообще будет стоять. Ну, типа охотно. От зала. Ну, блин, не знаю, вот 30-ка, наверное. В октябре не пойдем? В октябре. В октябре тоже можно, но дорогой. В октябре же спокойно, что ли. В октябре сразу рентабельность нет. Так. А от 60-ти... Ну, что? Ну, что, закачиваем тогда нашу тему. Если больше вопросов нету... Я получил большое удовольствие, просто от того, что я послушаю умных людей вокруг себя. Я думаю, что для меня все потеряно. Спасибо. Мне все потеряно, еще... Потому что есть масса людей, которые могут эту работу за меня сделать. Да, да, да. И тут, да. Эти люди так... Пока я работаю в десятке, да. Эти люди так напряглись, наверное. А кто... Ну, тут больше идеологии, да. Если вы приемляете десятку, там по-другому все. Приемлете... Максим, я настолько... Я знаю, что в премьере я заработаю через день с той же скоростью, что во виде равно, и в семерке, и в десятке. Вот, кстати... Мне... Да, монтаж, кстати. Мне очень важна система организации проекта. Она во виде в премьере и в Final Cut и в семерке одинаковая. Да, да, абсолютно. Десятка отличается. И мне десятка привлекает по возможностям отбора материала. Ну, я это под идеологией подразумеваю. Идеология работы... А... Да, я понял. А и там, и там, и там... Прямая скрипка... Мне больше ничего вообще в принципе. Нет, ну просто вот... Говоря за себя, я вот приемлю как в премьере. Ну, значит, вы старый мозгами, а я молодой. Все бывает. Ну, как для этого это не плохо, не хорошо. Мы просто в десяточный космос. Я понимаю, что это вот... У меня ощущение, вот даже от того, что я рассказал сегодня, безумно интересно, безумно много, захочу, влезу, пойму, разберусь по сроку. Вот, но у меня ощущение вот действительно очень большого океанского, военного, заточенного под множество операций, самостоятельного боевого корабля... И маленького катера, где он остается, с точки А в точку Б. Быстро. Вот, а если нужно, на этот катер ненависится то, что нужно. Ну, не много. Ну, не много. Не, ну, это здесь... Здесь это оркестр, а это, в принципе... А это скрип балалайка. Ну, балалайка. Ну, не сложно, понимаете, как бы... Это... Я говорю, сам все в порядке. Он говорит, у меня что-то отчет зарплат. Нет, ну... Меня вот именно привлекает функционал, потому что он, я понимаю, что он бесконечен для меня, для моих задач. Нет, не надо. И это все, что мне нравится. Там есть чатик и есть канал. Можно вопрос, в связи с чем наличие уходит с дачной монтажа, монтажа? В смысле, вообще... Почему наличие уходит с дачной монтажа? Потому что они развивают ее в таком направлении. Они поставились в такую задачу, и они к ней движутся. Они упрощают именно панель монтажа, они добавляют туда работу со звуком, они добавляют туда спецэффекты, и делают такой большой классный комбайн. С большим функционалом, очень большим функционалом. И при этом при всем он умывается? Да. И то, что у тебя бесплатный вход. А как там? Почему вообще люди на нее не перешли? Потому что она сложная очень. Но это для второй? Она сложная для входа. Начинающим очень сложно у нее рубиться. Поэтому... Но у нее есть все шансы, если они немножко попросят. И не все знают. Все знают премьер. Но вот у блогера спроси, да Винчиш, да Винчиш будет. Кто-то расскажет про цветокон, кто-то расскажет. Премьер, Final Cut, вот они знают. А тут еще и такое. Да, естественно. Нераспространенность, непопулярность. Нераспространенность, непопулярность, сложность на вход и сложность по железу. Не у всех есть хороший компьютер, не у всех есть видеокарта нормальная. Ну, чтобы монтировать, можно и на, знаешь, на витре тоже можно монтировать. Не встанет, он не встанет. Вот создай вот, да Винчи не встанет. А, да Винчи? А премьер монтирует, премьер работает. Он гораздо больше жрет. И ресурсов, и скорости доступа к данным ему нужна больше. И видеокарта нужна, к минимум, хорошая. То есть, как минимум, нужна не интегрированная видеокарта на процессоре, а отдельная на ноутбуке. Да, потому что у них тоже там. Хотя бы там 256 мегабайт. Но, тогда он хотя бы запустился. А здесь он даже не запустился. А прокатное настроение не надо? Я говорю о том, что в премьере можно монтировать вообще на... Если это коммерческая эксплуатация, то скорее всего, да. А, попробуй на иди запусти еще что-нибудь, что-нибудь меняемое. У меня планшет, знаешь, такой вот этот. Который отсоединяется с клавиатурой. На нем можно премьер запустить. Притом, что 4 мегабайта, 4 гигабайта оперативки там и... Ну, понятно, да. Смысл в том, что ему нету требований, ресурса к железу. И за счет этого он доступен большему количеству людей.